Глава девятая. Дружба с Сомовым. Дружба с Сомовым. Иллюстрации к одному неоконченному, но меня очень волновавшему рассказу Гоффмана «Автомат». На сей раз мы вздумали с Костей Сомовым создать подобие сотрудничества и в то же время соревнования. Однако из этой затеи ничего законченного не получилось. Я еще успел сделать пером и тушью несколько вариантов, представляющих тех музыкальных автоматов, с которых начинается этот рассказ. Но Костя, попробовав изобразить сцену с говорящим автоматом куклой, совершенно изверился в том, что ему это удастся, и, кляня свою бездарность, отказался от дальнейшей работы, после чего и я тоже окончательно разочаровался в ней. Таким образом, наше сотрудничество сразу же распалось. Я в своем месте рассказал про свое знакомство с Костей Сомовым в гимназии «Майя». Но тогда никакой дружбы между нами не возникло. Этот мальчик, который, как оказалось, был на год старше меня, показался нам гораздо моложе и, к тому же, вообще совсем неинтересным. Мне не нравилась его ребячливость и что-то институтское. Совершенной институткой он себя держал со своим соседом по парте Димой Философовым. Оба мальчика то и дело обнимались, прижимались друг к другу и чуть что не целовались. Такое поведение вызывало негодование многих товарищей. И меня раздражали манеры обоих мальчиков, державшихся отдельно от других и бывших, видимо, совершенно поглощенными чем-то весьма похожим на взаимную влюбленность. Лишь через несколько месяцев я заметил, что Костя Сомов рисует и что у него та же мания, какой страдал и я, покрывать классные тетради и поля учебников рисуночками, пером и карандашом. Это мне показалось любопытным, но я был разочарован, когда добился от Кости, чтобы он мне показал свои грифонажи. Оказалось, что почти все они повторяют одно и то же, а именно женский профиль, в котором Сомов пытался передать черты актрисы французского Михайловского театра Жанны Бриндо, в которую Костенька считал себя влюбленным. Такая ограниченность тем, да и самое довольно беспомощное исполнение этих рисунков, не дало мне выгодного мнения о даровании и просто интеллекте моего товарища. И вот почему, когда я через два года, в 1888 году, узнал, что Костя Сомов собирался поступить в Академию художеств, «Я не без иронии отнесся к этому известию». Он покинул гимназию с осени 1888 года. С этого момента и я, и все товарищи, не исключая Димы Философова, потеряли Сомова из виду. Любопытно, что и впоследствии, когда Костя снова вошел в нашу компанию, его дружба с Димой не возобновилась. Заслуга же привлечения Кости в наш кружок принадлежит исключительно мне, и началось это скорее из некоторой моей к нему жалости. Дело в том, что, не прерывая занятия в Академии, и чтобы скорее отделаться от кошмара военной повинности, Сомов решил совместить свое художественное образование с солдатской службой. И вот в образе удивительно невзрачного и даже жалкого солдатика Я его встречал несколько раз на улице, Причем он, стыдясь и своего вида, и своего положения, Скорее избегал встречи со мной. Меня же это только подзадоривало. Я повел ряд атак на чудака. Я гонялся за ним и останавливал. Я заставлял мне рассказывать о себе и своих художественных занятиях. И из его ответов я понимал, что он очень тяжело переживает Столь несвойственное его независимой натуре рабство. Вероятно, в этих вынужденных исповедях Что-то проскальзывало и более интересное, Что побуждало меня настаивать на том, Чтобы Костя заходил ко мне, И чтобы мы видались с ним чаще. Однако последовал он моим зазывам только тогда, Когда он, наконец, скинул с себя ненавистную форму. Но и появляясь теперь на моих собраниях, Костя не переставал держаться букой. А о своих художественных успехах Он отзывался с большим и как будто искренним пренебрежением. Он был уверен в своей бездарности, И если и не бросал живописи совсем, То только потому, что любил Самое это мазание красками. И еще, вероятно, потому, Что получал самое горячее поощрение Как со стороны отца Андрея Ивановича, Так и со стороны своей сестры Анюты, Тогда еще не бывшей замужем, Которой он с детства и до конца жизни Питал чувства, близкие к обожанию. Переписка Сомова и Сомовой Михайловой Была особенно регулярной в последний парижский период его жизни, Когда она заменяла ему дневник И велась в форме дневника. Их переписка — важнейший материал к биографии художника. Константин Андреевич Сомов. Письма, дневники, суждения современников. Москва, 1979 год. В это же время, около 1890 года, Я начинаю посещать Сомовский дом. В нем меня пленяют и сами хозяева, И стены, сплошь завешанные небольшими и маленькими картинками, И стол в кабинете Андрея Ивановича, Ящики которого битком набиты рисунками и акварелями Русских и иностранных мастеров. Из родителей Кости мне была более по душе и по сердцу Милейшая, нежнейшая и уютнейшая Надежда Константинна, В которой было нечто общее с моей мамой. Подлинный житейский ум соединялся с удивительной скромностью. Мне кажется, что и я завоевал сразу ее материнское сердце, А когда я через год или два привел к ней, по ее приглашению, Свою, еще не объявленную официально тогда, невесту, То она и к ней отнеслась, так ласково, так по-матерински, Что это совершенно победило и мою Атью, Вообще мало податливую на сближение с чужими дамами. Довольно разительным контрастом ей являлся ее супруг. Насколько внешний вид старушки Сомовой, На самом деле ей не было и шестидесяти лет, Был мягок, неизменно приветлив с оттенком чего-то грустного, Настолько весь внешний облик старика Сомова Был суров, строг и брюзглив. Впрочем, оба родителя Кости были очень некрасивы, Что касается черт лица. Но самая неправильность и какая-то мятость черт Надежды Константинны Ей придавала чарующую уютность. Напротив, корявые, типично русские, Но и чуть монгольские, довольно резкие черты Андрея Ивановича Отталкивали слишком явным выражением какой-то душевной сухости Подчас и довольно оскорбительного воскомерия. Вот он ни в какой степени на моего отца не походил. Характерно для Сомова было то, что он не только никогда не смеялся, Но и улыбался в редчайших случаях, да и то как-то кисло. Впрочем, я так и не разгадал настоящей природы Андрея Ивановича. То, например, что он разрешал своим детям обращаться с ним за панибрата, И даже в спорах шутливо его ругать старым дураком, Ничего подобного нельзя было встретить у нас, Да и вообще в домах нашего круга. Как бы свидетельствовало о том, что в Андрея Ивановича, В противоречии с его маской суровости, было немало благодушия. Таким же выражением благодушия и даже просто щедрости Могло служить то, что он охотно дарил рисунки из своего собрания. И, например, я однажды удостоился получить четыре рисунка пером Кипренского, Которые он при мне вырезал ножичком из путевого альбома, Некогда принадлежавшего знаменитому художнику. Местонахождение этих рисунков неизвестно. К жене Андрей Иванович относился с большим уважением. Но я никогда не бывал свидетелем выражения в отношении ее какой-либо нежности, Хотя бы того отеческого характера, С которой относился к Анне Павловне философовой супруг Владимир Дмитриевич. Нежность он все же выражал, но только к дочери. Еще одно обстоятельство может служить доказательством Тщательно скрываемого благодушия Андрея Ивановича. И, пожалуй, оно лучше всего его выражает. Костя никогда не принимал меня в своей довольно тесной комнате, Он даже неохотно впускал в нее, А сразу вел в кабинет к отцу. В этом кабинете почти каждый раз, А бывал я у Сомовых по крайней мере раз шесть в месяц, Проходили наши собеседования, Главной темой которых служило обозрение коллекций. Причем старик сам и доставал из стола папки, И усаживал нас, И давал все нужные почти всегда очень ценные объяснения. В гостиной же рядом мы главным образом занимались музыкой, Причем Костя и Анюта нас угощали пением Преимущественно старинных итальянских песен и арий. Костя был вообще очень музыкален, И его страсть к музыке, Его глубокое понимание В значительной степени способствовало нашему сближению. Но как раз пение было в нем скорее слабостью. Он, не переставая, годами учился петь. Но то именно, что он был так заинтересован своим пением, Скорее раздражало меня, Тем более, что, хотя его голос и обладал приятным, Бархатистым тембром, Однако он все портил той, Доходящей до чего-то карикатурного аффектацией, Которую он вкладывал в исполнение любого романса, Сам упиваясь звуком своего голоса, Вздымая очи к небу и кладя руку на сердце. Тут же в моей памяти возникает, Как живой, образ старшего, Года на два, Брата Кости, Саши. Если в характере Кости Доминировали отцовские черты, Если в Анюте черты обоих родителей Нашли очень пленительную гармонию, То в Саше, безусловно, Господствовала мать. Этот, начавший еще в юности полнеть человек, Был каким-то олицетворением благодушия и добродушия. Он и лицом был вылитой Надежды Константинна. Он также мило заливался смехом. Эта способность заливаться Надежды Константинны Мне больше всего в ней и напоминала мою маму. Он даже как-то удивительно приятно шепелявил. Вообще же Саша был великим смехачом. Он и других любил веселить и смешить. Одним из его обычных номеров Была имитация певцов итальянской И особенно русской оперы. И сколько бы раз он не представлял Баса Мельникова, Тенора Васильева Третьего, Фигнер, Славину Или Мазини и Кутонии, Каждый раз со мной, И не со мной одним, Делалась истерика смеха. До того верно передавал он манеру этих артистов, Все их повадки, И, разумеется, все их комические недочеты. Надо при этом заметить, Саше его насмешливость Вовсе не мешала наслаждаться оперой. Он лучше всего передразнивал своих же любимцев, Которые его любимцами и оставались, Несмотря на все смешное, Что он в них подмечал. Еще несколько слов о Сомовском доме. Он стоял на продолжении того же Екатеринговского проспекта, На который выходил своей узкой стороной И наш прародительский дом. Этот собственный Сомовский дом Входил некогда, если я не ошибаюсь, В состав приданого Надежды Константинны, Рожденной Любимовой. Он был лет на двадцать моложе нашего, Но архитектура его очень скромная, Все еще носила отпечаток Классического стиля эпохи Александра Первого. Дом был четырехэтажный И выходил окнами на улицу. Квартира Сомовых Занимала весь билетаж. Самый план квартиры Носил определенный старосветский характер. Парадные комнаты были просторны И довольно высоки. В общем, однородны с нашими. Меблировка была скорее невзрачная И заурядная. У нас всегда было расставлено Много всяких редкостей. А на стенах много семейных портретов. Из таковых же у Сомовых Красовался лишь один прадедушка. Тот самый офицер Радков, Который, согласно преданию, Отличился тем, что первый прискакал В Гатчину Доложить цесаревичу Павлу О кончине его матери Екатерины Второй. Зато всяких других картин И картины, как варели, рисунков, Висело у Сомовых по стенам Великое множество. И среди них особенной гордостью Андрея Ивановича Был нелишенный грандиозного стиля Портрет актрисы Семеновой Работы Кипренского. Подобно нашему дому И вообще большинству Петербургских домов В те времена Парадная лестница Сомовского дома Не отапливалась. В общем, весь уклад Сомовского дома Был мне по душе. В нем чувствовался, Если небольшой достаток, То все же то, что здесь живут Совсем порядочные люди, Умевшие при скромных средствах Вести достойный И уютный образ жизни. В первые годы моей дружбы Я относился к Косте Как к художнику С прежним, еще с гимназией Сложившимся предубеждением. Мне, да и всем нам казалось, Что он лишен подлинного дарования. Но нельзя нас упрекать за это В отсутствии проницательности И дальновидности. Сам Костя был Не иного о себе мнения. И то, что он производил И что он лишь в очень редких случаях показывал, Было по-прежнему И бедно по замыслу, И беспомощно по исполнению. Первые проблески чего-то иного Проявились в акварельном этюде, Сделанном им в Павловске, Изображающем Анюту, Стоящую у дачной калитки. Портрет Сомовой в саду, 1892 год, бумага-акварель. В собрании семьи Сомовой-Михайловой В Ленинграде. Это было в 1892 году. Во всяком случае, Прошло года два После возобновления Наших дружественных отношений. Да и эта акварелька Не была чем-то поражавшим Своим мастерством или блеском. Бакст в это время Нас уже именно поражал Своими виртуозными приемами В обращении с водяными красками. Однако меня удивило, До чего был тонко изучен И выработан профиль Анюты. И до чего краски, Окружавшие ее листвы и цветов, Красиво пестрели и искрились. Чем-то эта манера Напоминала фортуни. У старика Сомова Была одна акварель Этого мастера. Вслед за этой акварелью Начался период, Когда Костя почти ничего Из своих работ не показывал. А когда случалось, Что он это и делал, То крайне неохотно И с досадой приговаривал Все где это гадость и бездарщина. И вдруг Сомов меня удивил И порадовал, Выставя на выставке белое и черное Несколько этюдов углем, Слегка подкрашенных акварелью. Он привез их из одного поместья, В котором он гостил у друзей Ранней весной 1895 года. Вещи настолько смелые, Настолько своеобразные, В них было столько поэзии и настроения, Что они встретили во всей нашей компании Настоящий восторг. И я тут же заставил Сережу Дягилева Приобрести два из этих этюдов, Представлявших Плодовый сад И поздние сумерки. В местечке Оскочное Курской губернии Сомовом, кроме этюдов, Упоминаемых Бенуа, Был написан также пейзаж, Находящийся в собрании Гунста в Москве. С этого момента Костя Приобретает у нас значение Настоящего художника. Только с этого момента Мы все, а я в особенности, Начинаем ждать от него Чего-то замечательного. И во мне утверждается В отношениях с ним Особенная манера, Состоявшая из постоянного Подбадривания и даже Понукания. В то же время Казавшиеся смешными Заверения Андрея Ивановича В том, что его сынишка Гениален, Перестали вызывать во мне Иронический отклик. Я начинаю верить им. И только сам Костя Продолжает жаловаться На свою бездарность, Чем как бы напрашивается На усиление тех же Приободрений и Понуканий. Еще один случай запомнился мне Из нашего первого Мартышкинского лета 1895 года. Костя, живший тогда С родителями на даче Где-то под Лиговым, Приезжал к нам в Мартышкино И проводил с нами целые дни, Хотя и останавливался У своих друзей Неустроевых На их гораздо более Поместительной собственной даче. Приезжал и останавливался Там же и Саша, Которого связывала дружба С Александром Александровичем Неустроевым, Только что тогда Поступившим в Эрмитаж. В один из первых вечеров, Проведенных с Костей В Мартышкине, Мы оба уселись Недалеко друг от друга И стали рисовать Поэтюду Расстилавшегося перед нами Море, Береговых песков И тех покоившихся На жиденьких Жордочках мостков, Что вели к купальным будочкам, Придавая какой-то Японский характер пейзажу. Я работал красками, Костя же карандашом. Но я уже был давно готов, Когда он все еще Корпел над небом, Усеянным легкими облаками. Что мог мой друг Так долго ковырять, Когда оказалось мне, И изображать тут было нечего. Несколько раз Я его звал Бросить работу И прогуляться, Но он продолжал С неизменным прилежанием Чиркать и чиркать, Поминутно заостряя Перочинным ножом Свой карандаш И стирая резинкой То, что ему не сразу удавалось. Окончив работу, Он с грустью заявил, Что у него Ничего не вышло. Когда я все же Заставил его Мне показать То, что он сделал, То я поразился, До чего тонко был Исполнен этот рисунок, И как характерно Были переданы Разные подробности В очертании тучек, В земле, в воде, В отражениях. Оказалось, Что Костя Недаром карпел, Что он знал, Что делает. В то же время Мне стало конфузно За свой этюд, Показавшийся мне При некоторой его ловкости Совершенно пустым И бессмысленным. На следующий день Повторился Подобный же конкурс. На сей раз На том же берегу Мы оба рисовали Мою жену, Сидевшую с книжкой В руке на камне. На ней была Характерная Широкая черная шляпа. И опять Я был готов Довольно скоро, А Костя Застрял гораздо дольше, Однако Его не вполне Законченный Слегка Подкрашенный Рисунок Получился Куда более Значительным, Нежели Моя акварель. Этот случай Был для меня Настоящим уроком, Оставившим След на всю жизнь, На все Мое Художественное Развитие. Во второй Половине Сезона 1895-96 Годов Моя дружба С Сомовым Приобретает Еще более Интимный Характер. Он становится Нашим Почти Ежедневным Гостем. Мы Оба Одинаково Увлекались Сочинениями Гоффмана И поэтому Вздумали Создать Серию Иллюстраций К неоконченному Рассказу Автомат, О чем Я уже Упомянул Выше. И Несколько Позже Мы затеваем Написать По портрету Моей жены. Это Дало Возможность Косте Испробовать Свою Величину И С неожиданной Удачей Своей силы. Получился И этот Портрет Анны Карловны Чем-то Вроде Дани Почитания Гоффману. Портрет Анны Карловны Бенуа 1896 Год Пастель Находился В собрании Бенуа С 1932 Года В Государственном Русском Музее. Моя жена На нем Изображена Не в современной Одежде А в том Бальном Платье Эпохи Директории В котором Она Появилась На большом Маскарадном Балу Устроенном В январе 1896 Года Ее сестрой Машей В ее Обширной Квартире В доме Находившемся На мойке Недалеко От Марсова Поля. Уже Два Или три Года Как Мария Карловна Перестала Носить Фамилию Бенуа. Вышла Замуж За своего Долголетнего Обожателя Инженера Бориса Михайловича Эфрона Зарабатывавшего Крупные Деньги Состоя На службе В петербургском Отделении Фирмы Сименс И Гальске Это был На редкость Некрасивый Человек Тяжелый С бесформенным Огромным Носом Но добрейший И очень Неглупый Которому Мария Карловна Искренне Его полюбившая И вообще Перебесившаяся Подарила Двух Сыновей И с которым Она жила В самом Тесном Согласие Сама же Она Бросила Думать О личных Выступлениях А получив Профессуру В консерватории Сделалась Усердной Несколько Даже Педантичной Преподавательницей Фортепианной Игры Помянутый Жебал Данный Ею Главным Образом Для утех Своих Четырех Детей От первого Брака Удался На славу Были Приглашены На этот Вечер И мои Друзья Причем Костя Сомов Щеголял В роскошном Сверкавшем Шелком Костюме Восточного Принца А Валечка Нувель Распотешил Всех Представ В виде Афинского Эфеба С золотым Винком На голове В короткой Синей Тунике И в красном Гемотеоне Из-под которого Уж очень Не по-афински Выглядывали Его Жиденькие Ножки Я Забыл Что я На себя Напялил Зато Моей Ате Необычайно К лицу Было И мной По-подолу Расписанное Шелковое Белое Платье И большая Соломенная Шляпа Кибиточка Шляпа С пригнутыми С боков Полями С розовым Страусовым Пером Она оказалась Одной Из бесспорных Цариц Бала Соперничая Даже Со своей Племянницей Машенькой В образе Дульцинея Для которой Этот бал Означал Какую-то Вершину Ее Женских Успехов И которые Вскоре После этого Вышла Замуж За юного Композитора Черепнина Именно На этом Балу Было решено Мной И Сомовым Увековечить Анну Карловну В этом Наряде Моя жена В нем До того Мне как-то По-новому Нравилась Она Меня так Вдохновила Она До того Казалась Мне Подлинной Современницей Той Эпохи Которую Она Этим Своим Нарядом Представляла И которая Особенно Манила Меня Благодаря Гоффману Что Самая Задача Показалась Мне Вполне Посильной Стоило Только Использовать Горевший Во мне Энтузиазм Решено Было Что Мы Будем Писать Оба Я И Костя Одновременно Что Сеанс Будет Происходить У нас В гостиной У двух Окон Рядом И что Оба Портрета Будут Одинаковой Величины Поколенные Однако Вместо Того Чтобы Строго Придерживаться Натуры Мне Сразу Захотелось Изобразить Мою Подругу В окружении Осенней Поэзии Ароненбаумского Парка Атя Выделялась Светлым Слегка Голубоватым Силуэтом На фоне Яркой И разноцветной Листы Берез И Кленов Костя Начал Свой портрет Без какой-либо Предвзятой Затеи И с намерением Просто И реально Передать Видимость Однако И он По дороге Отступил Совсем В сторону И после Нескольких Колебаний И у него За фигурой Анны Карловны Вырос Старинный Погруженный В поздние Сумерки Сад Стриженных Бускетов Выделявшихся На лимонно-желтом Небе Все это Вместе Создало Очень нежную Поэтичность Очень приятную Довольно Монохромную Красочную Гармонию Среди которой Розовое Перо На шляпе И красный Шарф Давали Особые Ноты Гофмановский Же характер Был подчеркнут Тем Что в глубине На фоне Стриженной Почти черной Листвы Появились Две фигуры Старичка И старушки В одеждах Восемнадцатого Века Я совсем Разочаровался В своей работе И бросил Ее Напротив Костя Хоть и мучился Хотя по обыкновению И жаловался На свою бездарность Однако Преодолевал Одну трудность За другой И его портрет Хоть Атия И выглядит На нем Несколько старше Становился Все более Схожим И поэтичным И до чего Я был счастлив Когда Костя Мне его подарил Не откладывая Я его Вставил В золотую раму И поместил В центре На стене Гостиной Новое произведение Сомова Имело у друзей Большой успех Напротив Часто заходивший Тогда к нам Репин Был недоволен Своим учеником Его замечания Относительно Некоторых Недочетов В рисунке Не были лишены Основания Но с чем Я никогда Не соглашался Так это С критикой Самой затеи Именно в этом Отступлении От реализма На которое Отважился Костя Я видел Особенную прелесть И особое Значение В сущности Вовсе Непреднамеренно И несознательно Он именно Тогда Вступил На тот путь На котором Он оказался Впоследствии Самым характерным Представителем Художественных Исканий Нашего Мира Искусства Напротив В критике Репина Уже Зазвучало То самое Непонимание Новых Веяний Которое Через год Или два Обострилось И довело Его К резкому Даже К возмущенному Отвержению Всего Нашего Декаденства Надо Впрочем Здесь же Прибавить Следующее Как я не был Очарован Портретом Моей жены Я все же Находил Что Костя Заслуживает Несравненно Больше Хвалы За написанный Им маслом Около Того же Времени Портрет Своей Матери Я Тогда же Щел Именно Этот Портрет Надежды Константинны За прямо-таки Одно Из первоклассных Произведений Русской Школы И Как раз Этот портрет Был выдержан В строго Реалистическом Характере Без всякого Поэтического Мудренее Что Впрочем Не мешает И ему Быть В высшей Степени Поэтичным Вполне Реалистичен Был и Мой Профильный Портрет Начатый Костей В течение Одного Из его Посещений Мартышкина Но Так и Оставшийся Неоконченным Портрет Матери Художника 1895 Год В настоящее Время Находится В собрании Семьи Михайловой В Ленинграде Портрет Бенуа 1895 Год Находится В русском Музее Еще два События Случившиеся В моей Жизни В эти Самые Первые Месяцы 1896 Года Остаются В моей Памяти В качестве Особенно Значительных Одно Из них Было Выступление Сережи Дягилева На Общественной Арене А именно Его Попытки Сделаться Художественным Критиком В Петербургской Газете Новости И Биржевая Газета 26 Августа 1896 Года Была Опубликована Статья Дягилева Европейские Выставки И русские Художники Посвященные Выставке Мюнхенского Сецессиона 1896 Года Где Участвовали И русские Художники Она Получила Значение Программы Того Направления Которому Дягилев Следовал В дальнейшем Пропагандируя Достижения Русского Изобразительного И театрального Искусства За рубежом Вторым Паулюсе Одном Из Устроителей Мюнхенского Сецессиона 1896 Года Который Обратился К Бенуа Не в 1896 А еще В 1895 В июле 1895 Года Бенуа Писал Нувелю Месяц Назад Получаю Из Мюнхена Письмо Со штемпелем Сецессиона На конверте Оказывается Что пишет Мне Паулюс Он просит Меня Взять Так сказать Устройство Отдела Русской Мистической Школы На выставке В будущем Году В Мюнхене Я ему Немедленно Ответил Что в сущности Школы Мистиков У нас нет А есть Простой Неорусский Отдел Устройство Этого Я брал На себя Цитируется По книге Стернин Художественная Жизнь России На рубеже 19-20 веков Москва 1970 год Страница 166 Стеклянным Дворцом Называлось Выставочное Помещение В Мюнхене Имевшее Подобно Хрустальному Дворцу В Лондоне Стеклянную Кровлю Что касается До критических Опытов Сережи То я был Немало Удивлен Когда он Совершенно Неожиданно Принес мне На просмотр Две Или три Довольно Про странные Заметки О художественных Выставках Которые Он собирался Предложить Редакции Газеты Новости Я все Как эта газета Была наиболее Передовой И свободомыслящей А к тому же В ней Постоянно Сотрудничал Почтенный Владимир Васильевич Стасов К голосу Которого Мы очень Прислушивались И на стороне Которого Мы всегда Были В его схватке С сотрудниками Оппортунистического А моментами И обскурантического Нового Времени Статейки Сережи Написанные Жаром А иные И не без едкости Выдавали Молодость Автора Ему В этом году Было 24 года И в то же время Отличались Большой Свирепостью Если я Не ошибаюсь Они были Напечатаны И возможно Что в следующем Сезоне То есть С осени 1896 Года Мой друг И продолжил Такую Художественную Хронику Но тогда Меня уже Не было В Петербурге В 1896 1997 Годах Газета Новости И Биржевая Газета Поместила Еще пять Рецензий Дягилева На выставке Иностранного И русского Искусства В России С другой стороны Он настолько Успел Созреть Что Перестал Нуждаться В моей Корректуре Впрочем Надо думать Что и Эти первые Опыты Проходили Через Предварительный Контроль Философова Верно Во всяком Случае То, что В этих выступлениях Дягилева Было положено Начало Тому, чтобы Воздействовать На воспитание Вкуса Публики Это было Первое Ознакомление Ее посредством Это была Во всяком Довольно Видная Фигура В то время Его Фамилия Звучала Вроде Паули И как Будто Он состоял Чем-то Вроде Эксперта В художественном Предприятии Кассерера В Берлине Бруно Пауль Кассерер Владелец Художественной Галереи В Берлине Типа Парижского Выставочного Салона Дюран Рюэля Торговец С картинами Заведовавшей Делами Берлинского Сецессиона Однако О Сергее Дягилеве Этот деятель Не имел Никакого Понятия Оглядываясь Теперь На это Далекое Прошлое Я удивляюсь Почему Я сам Не попробовал Переложить Эту Обузу Со своих Плеч На плечи Моего Друга Однако В те дни Я еще питал Относительно Себя И своих Возможностей Известные Иллюзии И напротив Собирался В дальнейшем Играть Какую-то Активную Роль Вовсе Не ограничиваясь Ролью Какого-то Закулисного Суфлера Вдохновителя Абуза Заключалась В том Чтобы собрать Группу Русских Передовых Художников Для которых Выставочная Комиссия Глаз Паласта Предоставила Целое Отделение Но Кого Было Приглашать Мы Сами Наш Кружок Друзей В собственных Наших Глазах Представлялись Нам Слишком Еще Незрелыми И Незначительными И Сразу Не проверив Себя В родной Обстановке Выступать Да еще За границей На международном Состязании Казалось Неблагоразумным Напротив Все мы Уж Если Кого Почитали Среди Русских Художников Так Это Тех Самых Участников Передвижных Выставок Которые Выдвинулись За последние Десять Лет И Которые В своем Творчестве Не Объявляя Никаких Лозунгов Реализовали На деле Многое И Весьма Существенное Из Того Что Мерещилось Нам В качестве Идеалов Современного Искусства Самые Эти Идеалы Отчасти Выросли На тех Впечатлениях Которые Мы Из Года В Год Получали Не Столько От Маститых Столпов Этих Выставок Сколько От Художников Более Молодых Почти Наших Сверстников Нам Они Нравились Тем Что В их Творчестве Уже Не Было Поощряемого Стасовым Направленчества Или Какого Либо Литературного Привкуса Напротив Своих Старших Товарищей Они Огорчали Именно Подобной Некоторой Как бы Изменой Прежней Программе Такими Нашими Любимцами Были Левитан Серов Коровин Нестеров Аполлинарий Воснецов А также Несколько Менее Видных Художников Как-то Аладжалов Досекин Дубовский Переплетчиков И так Далее Для нас Особенно Для меня Не было Сомнений Что Если бы Собрать Их всех Воедино То Получилось Бы Удивительно Внушительное Целое А за Границами России Их Художество Явилось Бы Чем-то Весьма Поразительным И Неожиданным Но Вот Беда Была В том Что Никто Из Мешало Мешало Поручение Доктора Паули Доктор Левитана и Серовых с разными Каразинами, Писемскими, Александровскими и тому подобное. Самого же Альбера я бы с охотой включил, но именно он при его экспансивности и товарищеских чувствах и при полном отсутствии критического чувства непременно потащил бы за собой и всех остальных, вовсе нежелательных. Поэтому, дождавшись прибытия в Петербург очередной передвижной выставки и, набравшись храбрости, я и отправился на нее до ее открытия в зале Общества поощрения художеств с целью знакомиться. Речь идет о 24-й передвижной выставке, состоявшейся в Петербурге с 11 февраля по 17 марта 1896 года. Мне сразу посчастливилось войти в контакт с Переплетчиковым, который очень сочувственно отнесся к мюнхенскому предложению, а через него я затем и познакомился и со всеми остальными, на кого рассчитывал. Через день или два я уже смог своих новых знакомых собрать у себя и образовать рот учредительного комитета, на котором большинство голосов было постановлено на мюнхенской выставке участвовать. Главное, казалось мне, было сделано, и я мог написать в Мюнхен, что русские художники будут. Но тут и сказалась моя неопытность. Кое-кто из постановивших участвовать действительно послал по картине или подве, но многие в последнюю минуту отлынули. Картины послали Левитан, Воснецов, Переплетчиков и Серов. Такие предприятия не устраиваются сами собой, без непрестанного напоминания, понукания у строителя. А у меня именно ни темперамента, ни выдержки и не было. Однако ни для меня, ни для всего нашего кружка случайно таким образом возникшее сближение с москвичами не прошло даром. С этого момента мы завязываем личные отношения с ними, что затем сказывается на нашей дальнейшей деятельности и отчасти на нашем творчестве. Да, пожалуй, и сами эти близкие к нам по духу художники, благодаря знакомству с нами, лучше осознали свое положение в художественном мире и как бы свое назначение, миссию. Попытаюсь здесь же передать те впечатления, которые я вынес из этого нового знакомства. Признаюсь, что больше всего мне понравился Переплетчиков, меньше всего Серов. Да не осудят меня теперь за это странное предпочтение. Переплетчиков всей своей ласковой манерой, своей нисходящей с уст медовой улыбкой, вкратчивым голосом и полной готовностью послужить сразу располагал к себе. В те времена я еще не был достаточно знаком со всей такой повадкой, и она меня покорила. Мне нравился Переплетчиков и как художник. Его скромные, несколько однообразные картины и рисунки, появился целый альбом последних, и он мне его преподнес, незатейливо, но очень точно передавали русскую природу, ее тихую поэзию. Речь идет об издании фототипе Фишера «Рисунки Переплетчикова. Москва, 1891 год», содержащем 11 листов иллюстраций. Переплетчиков был вообще милым, добрым человеком, а его склонность к некоторой дипломатии вовсе не означала непременно какую-то коварную двуличность. Если же моя дружба с ним, начавшаяся тогда в 1896 году, не протянулась затем и на пять лет, то к этому были особые причины, из которых одна из главных заключалась в том, что к нему без всякого уважения относились мои друзья, главным образом Сережа Дягилев и Серов, и что мы очень редко встречались. Недружелюбное отношение к Переплетчикову Серова, очень уж строгого к людям, выразилось, между прочим, как в той злой и меткой карикатуре, которую сделал Валентин Александрович и которую он подарил мне, так и в том прозвище, которое он ему дал и под которым подразумевалась его организационная сноровка и его слишком большая практичность. Карикатура воспроизведена в книге «Грабарь Игорь Валентин Александрович Серов. Жизнь и творчество. Москва, 1914 год. Страница 275-я». Ныне в Государственной Третьяковской галерее. Серов за спиной не иначе называл своего собрата как «переплетчиков-артельщиков». С виду Василий Васильевич был выше среднего роста, довольно неуклюжий, с некой кривизной в чертах лица он слегка хромал на одну ногу. Серов, к искусству которого у меня с гимназических лет было настоящее поклонение, представлял как личность полный контраст именно с «переплетчиковым». До момента, когда он начинал кого-либо любить и уважать, Валентин Александрович вполне заслуживал эпитета «сумрачного буки», а часто он мог сойти просто за невоспитанного, невежливого человека. Вообще неразговорчивый, он в обществе новых людей уходил в какое-то угрюмое, почти озлобленное молчание, едва отвечая на вопросы и лишь изредка что-либо процеживая сквозь зубы, сжимавшие медленно курившуюся сигару. При этом понять вполне его мнение и суждение могли лишь люди, хорошо его знавшие и привыкшие к его манере, да и к самому образу его мыслей, непосвященных же они скорее озадачивали. К мюнхенскому предложению он отнесся без всякого сочувствия и даже с иронией. Зато я отлично помню, как в то сборище москвичей у меня за чаем, в целом отличавшиеся веселым благодушием, он внес довольно-таки режущий диссонанс. Тогда мне показалось, что с Серовым мне никак не сойтись, и это огорчало меня. На самом же деле уже через два года его отношение ко мне стало меняться, а в течение лета 1899 года между нами завязалась самая тесная дружба. При этом я особенно ценил ее именно потому, что она далась не сразу, а что пришлось ее заслужить. Впечатление, которое произвел на меня Левитан при первом знакомстве, было, пожалуй, однородным с впечатлением от Серова. И с Левитаном я не мог рассчитывать в дальнейшем на большое сближение. Однако внешностью они вовсе не были друг на друга похожи, хотя в обоих и текла еврейская кровь. Но Серов с виду казался чистокровным русским, приземистый, светловолосый, с тяжелыми чертами лица, со взглядом скорее из-под лобья. Самая угрюмость Серова имела в себе нечто северное. В смысле его одежды все на нем как-то висело, казалось плохо сшитым или приобретенным с чужого плеча, и это несмотря на то, что он всячески старался исправить подобные недочеты и платил немалые деньги портным, которые его одевали. Левитан имел прямо-таки африканский вид. Оливковый цвет кожи и густая черная борода, и черные волосы, и грустные выражения черных глаз все говорило о юге. Всей своей натурой, своими спокойными, благородными жестами, тем, как он садился, как вставал и ходил, наконец, тем вкусом, с которым он одевался, он сразу производил впечатление человека лучшего общества. Этому впечатлению светскости способствовал и его несколько матовый голос, и его легкое картавление, отдаленно напоминавшее еврейский говор. При всем том, если Левитана никак нельзя было счесть за Буку, то все же он еще менее, нежели Серов, был расположен к излияниям, к интимному контакту. Он еще определеннее отстранял людей от себя, держал их на дистанции. В нем была некая, нелишенная, впрочем, грата, важность, тоже восточного типа. И мне говорили, что он не оставлял ее даже в общении с близкими друзьями при самых откровенных беседах. Говорили, что именно эта черта сводила с ума женщин. И еще более сводила их с ума то, что всем было известно об его многочисленных победах, а за последние годы про его длительный роман с одной светской молодой дамой, московской, составлявшей ему много мучений и приведшей его к попытке покончить с собой. В общем, милый и сердечный человек Левитан носил в себе печать чего-то фатального, и, глядя на него, трудно было себе его представить сидящим на натуре, скромно и тихо ею умиляющимся, старающимся, как можно точнее, передать на полотне красоту русской, незатейливой, но столь милой природы. И не вязалась эта наружность с тем, что было в его пейзажах здорового, свежего, задушевного и откровенного. Недостаток экспансивности в личных отношениях с людьми точно вознаграждался каким-то обострением чуткости к природе и к самым затаенным прелестям. Уж если сумел пленить меня Говор и все московские разговорные обороты Переплетчикова, то в еще гораздо большей степени пленила меня манера говорить и какая-то непрестанная шутливость вообще весь российско-балагурный стиль Константина Коровина. Я тогда чрезвычайно ценил и его живопись, его испанок у окна, его хозяйку со свечой в руке. Картины у балкона испанки Леонора и Ампара 1888-й и хозяйка 1896-й находятся в Государственной Третьяковской галерее. Эти картины очаровали при их появлении на передвижных выставках. Мне все в них нравилось и непосредственность подхода их, и бодрая техника, но в особенности их благородная гамма-краска. Сейчас трудно себе все это представить, ведь постепенно особенности тогдашнего Коровина стали общим достоянием всех русских художников, порвавших с академической рутиной и ставивших себе целью писать просто, без прикрашивания, а также и без передвижнической навязанной идейности. Но в те дни картины Коровина с левитановскими наравне и с серовскими действовали на наш вкус, помогали образованию в нас каких-то велений современности, иначе говоря, толкали куда-то вперед. левитан главным образом действовал своей поэзией, ароматом, чем-то таким, что можно выразить и словами, иначе говоря, в его искусстве было нечто от литературы. В серове и особенно в Коровине мы приветствовали самую живопись. Однако личное знакомство с художником, если и очаровывало в каком-то, я бы сказал, бытовом смысле. Его рассказы, его чудесное краснобайство можно было слушать часами, но в смысле известного, ну что ли, сознательного подтверждения того, что было в его живописи, оно ничего не давало. Почти сразу становилось ясно, что Коровин по натуре импровизатор, иначе говоря, что едва ли можно вполне осознать то, что творит, и, разумеется, он не способен к какому-то художественному углублению. Он как бы сам не ведал, что творил, и что у него так хорошо выходило, а не то, чтобы он чего-либо последовательно искал и добивался. В свою очередь именно то, что в нем было стихийного, цыганского, но и зыбкого, неверного, а подчасы чуть коварного, о, как лукаво поглядывали и хитрецой поблескивали его чудесные глаза, да и весь он тогда был такой типично российский красавец, все это подкупало и пленяло. Другом при первом знакомстве я его себе не пожелал иметь. Еще менее мог бы он быть учителем, хотя практически опыт был у него громаден. Но его всегда было приятно встречать. И уже на наших первых сборищах именно он создавал прелестную и какую-то пестро-переливчатую атмосферу. Он то очаровательно посмеивался над Серовым, то предлагал разные каверзные вопросы, то вдруг принимался совсем иной раз не в попад, но всегда с удивительной картинностью рассказывать. Ах, до чего восхитительно было именно это Костино краснобайство и вранье. В том совершенно особом наваждении на российский лад, которое исходило из моих новых знакомых в целом, особенную ноту давал Аполлинарий Воснецов. Я уже тогда не взлюбил творчество его знаменитого брата Виктора, и особенно меня отталкивало своей фальшью все то, что последний создавал для церкви. Невольно всему этому напыщенному и чистолюбивому творчеству я противопоставлял бесхитростное, простоватое, но зато и всегда искреннее творчество его младшего брата. Мне нравились его довольно наивные, но все же убедительные затеи возрождения прошлого обожаемой им Москвы и его попытки представить грандиозность и ширь сибирской природы. Познакомившись с ним поближе, я поверил в абсолютную чистоту его души, а также в тождество его духовной природы и его искусства. Да и наружность ополинаши удивительно соответствовала его творчеству. Что-то девичье чистое светилось в его несколько удивленном взоре, а его довольно пухленькие ланиты Слово это как-то особенно сюда подходит. Рдели таким румянцем, какого вообще не найдешь у взрослых людей и у городских жителей. Характерно детским был его рот, точнее ротик. На вид ему можно было дать не более восемнадцати лет, а светлые усики и бородка ничуть его не старили. Между тем, в 1896 году Аполлинарию Воснецову было уже под тридцать. Прелестен был и его сибирский говор, еще более дававший впечатление чего-то истинно русского, нежели говор москвичей. Относясь отрицательно к искусству Виктора Воснецова, я, напротив, как уже имел случай говорить в другом месте, принял в душу творчество Нестерова. Я ломал за него копья, и не только в спорах с типичными приверженцами академизма, вроде Либгарта, Вилье, обоих моих братьев, запомнился мне и тот негодующий спор, который я повел из-за Нестерова за ужином у Репина с Владимиром Маковским, но защищая его от нападок тех, кто критиковал Нестерова за антиканоничность его религиозных и, скорее, религиозно-бытовых картин. Его Сергий Радонежский в лесу до того меня пленил, что из-за этой картины уж очень мне нравилось все задание, и как удивительно тонко передал художник атмосферу леса, я даже слегка поссорился с моей Атей, вообще не переносившей какой-либо фальши, а в данном случае надо сознаться, что своего рода ханжество бросалось в глаза. Его Сергий Радонежский в лесу имеется в виду картина «Юность преподобного Сергия» 1892-1997 годы Государственная Третьяковская галерея. Естественно поэтому, что я мечтал о том, чтобы познакомиться с самим Нестеровым, и мне казалось чем-то невероятно лесным, если бы он удостоил меня своей дружбой. И до чего же мне было приятно, когда явившийся на наше заседание Михаил Васильевич о котором рассказывал тот же Владимир Маковский, что он и лукавый, и жуткий, и двуличный, и злой, выказал в отношении меня самое милое внимание. Из всех моих новых знакомых он с тех пор часто приезжал в Петербург, первый стал запросто захаживать ко мне и просиживать в беседе со мной целые часы. Более близкое знакомство вовсе меня в нем не разочаровало. Напротив, мне все в нем нравилось, и даже его странное лицо с высоко вздымающимся ненормально выпуклым лбом. Правда, выражение его взгляда и его тонкая, почти вольтеровская улыбка могли наводить на мысль о чем-то скорее демонически лукавом, нежели о той христианской благости, которую он любил изображать на картинах и о которой он говорил с затаенным жаром совершенно в тонах моего тогдашнего кумира Достоевского. Но ведь и в Достоевском мы находим тесное сплетение божественного с демоническим, лукавого, почти ханжеского с бессомненно искренним и задушевным. Это сплетение является даже самой красотой его искусства, самым для него характерным. К сожалению, очень скоро обнаружилось, что Нестерову не было дано занять в русской живописи то место, которое принадлежит Достоевскому и о котором сам Нестеров мечтал. И как раз в момент моего знакомства с Михаилом Васильевичем начался в его творчестве тот поворот или сдвиг, который откинул его далеко, в самую отвратительную область церковного искусства, в ту самую область, с которой он сам начинал когда-то свою деятельность и в которой блистал его вдохновитель Васнецов. Все свои хорошие картины, числом весьма немногие, Нестеров создал в период, когда ему приходилось плохо, когда после своей первой работы бок о бок с Васнецовым в Киевском Владимирском соборе он оказался как-то неудел, и доступ до церковных стен оказался ему закрытым. Тут он, работая для себя, и вылился. Тут и открылась для него область, в которую до него никто из русских художников не проникал. Он поверил в святую поэтичность отшельнической жизни в природе, и эта его вера отразилась в нескольких картинах, посвященных отрочеству и юности святого Сергия. Одобрение церковных сфер, большой публики и официальной критики он ими не завоевал, однако все же обратил на себя внимание некоторых влиятельных особ, а потому, когда понадобилось живописное украшение в виде мозаики для строившегося храма 1 марта в Петербурге, то к Нестерову и обратились. Как раз подготовительными эскизами для картонов этих мозаик он и был занят, когда мы познакомились, мне он их и показал. Со мной при этом случилось то, что часто бывает в подобных случаях. Я переживал высшую степень моего увлечения Нестеровым, не только его художественным творчеством, но всей его действительно весьма интересной личностью, и поэтому хоть многое в том, что я увидел, не могло мне нравиться, однако я сам себя старался переубедить и закрыть глаза, как наслащава томные лики ангелов, так и налишенные всякого стиля рисунок, так и вообще на весь иллюстрационный пошип, присущий этим иконам. Меня действительно очаровали их тонкие краски и мастерская техника гуашью. Тогда же я написал восторженное письмо княгине Тенишевой в Париж, и радость моя была велика, когда в ответ я получил разрешение приобрести для ее коллекции эти эскизы. Часть эскизов 1894-1997 годов находится в Государственном Русском музее. Глава десятая Второе мартышкинское лето Обер Жажда поскорее оказаться в природе и снова приняться за этюды в натуре была у меня такова, но и Анюта вполне разделяла это мое желание, что мы на сей раз совершили наш переезд на дачу еще раньше, чем в 1895 году, а именно в самом начале мая. Зато и померзли же мы тогда. Печи пришлось топить целыми днями, но они жестоко дымили, что вызывало необходимость в проветривании, проветривая же усиливать топку. Еще, к счастью, у наших хозяев был неисчерпаемый запас дров. Лето 1895 года, проведенное в Мартышкине, оставило такое прелестное впечатление, что мы решили поселиться снова там же. Однако сию милейшую избушку мы променяли теперь на нечто более поместительное, так как с нами пожелали жить наши друзья оберы, да и Костя Сомов, без которого мне трудно было обойтись хотя бы один день, тоже обещал у нас подолгу гостить. Дача, которую мы после некоторых поисков, еще когда лежал снег, облюбовали, стояла на другом конце поселка, на высоком месте, недалеко от лютеранской кирхи и ближе к пресловутому кладбищу. Стоило только перейти по вновь построенному мосту через полотно железной дороги. У этого же моста появился новый полустанок, у которого останавливался паровой вагончик, обслуживающий между поездами, шедшими в Ораниенбаум, два или три дачных местечка. Дача была довольно-таки древняя, пожалуй, ей было лет под восемьдесят, но была она крепкой постройки, и понравилась она нам своей старомодной уютностью. Понравился нам и тот неопределенный розовый цвет, в который она красилась, и который живописно сочетался с черноватой крышей из драмки. Кухня помещалась в отдельной, несколько покосившейся избе, и это было живописно, который вел крытый на столбиках переход. В общем, она сильно напоминала излюбленные нами в детские годы усадебки с гусельками. Дачу окружал довольно большой и тенистый сад, но сама тень появилась только когда распустилась листва берез и кленов. Первыми переехали оберы и заняли весь верх дачи, причем в качестве мастерской Артюр избрал балкончик. Вскоре после того переселился и Костя Сомов, поместившийся внизу в комнатушке он сам и выбрал, он был очень нетребователен, выходивший на глухой дощатый забор. Большая комната рядом служила общей столовой. Обер Артемий Лаврентьевич 1843-1917 художник-анималист и его жена Наталья Францевна Обер Сомовым мы достаточно познакомились в этих записках, а к тому же мы будем и впредь постоянно с ним встречаться, но об Обере я до сих пор мало говорил, между тем он занимает очень значительное место как в жизни семей Бенуа и Кавос, так и в моей личной. В детские мои годы Обер был моим главным забавником, в отроческие годы моим учителем, в юношеские моим любимым собеседником. Если же я на нем не останавливался подолгу, то это только потому, что как-то не приходилось. Теперь же разговор об Обере дальше откладывать нельзя. Его существование именно в это лето тесно связано с нашим. Впрочем, неразлучны мы были теперь не с ним одним. Уже с год, как он перестал быть старым холостяком, женившись на своей юной племяннице Наталье Францевне Вебер, эльзасского происхождения. Когда-то он ее ребенком нянчил у себя на коленях, а теперь она стала его супругой. Он был безгранично влюблен в нее, но и она, несмотря на разницу в годах, ей было немногим больше двадцати пяти, была не менее влюблена в него. Артемий Лаврентьевич, или, как все его у нас в семье звали Артюр, в описываемом 1896 мало разнился как наружностью, так и всей своей духовной стороной от того Обера, каким я его помню на самой заре своей жизни. Однако ему стукнуло пятьдесят три года, и он сам себя, не без удивления, почитал за человека старого, с чем никак не желала согласиться его молодая жена. Да и трудно было согласиться. Высокий прямой рост, по-детски поглядывающие глаза, способность до слез смеяться над всяким пустяком, способность при случае и всплакнуть, тоже по-детски, все это вместе создавало образы милой и удивительной юной. При этом, однако, нельзя было сказать, чтобы его душа отличалась той доверчивостью, тем оптимизмом, которые свойственны юному возрасту. Напротив, Артюр был очень склонен к пессимистическим прозрениям, его постоянной поговоркой, были слова «бедное человечество». Он охотно верил всяким тревожным слухам. Он не прочь был и жаловаться на свою действительно не очень благополучно складывавшуюся судьбу и страдал от некоторых физических недугов, среди коих особенно его мучили два, оба лишенные всякой декоративности. Один из них была сенная лихорадка. Она портила бедному Оберу как раз ту пору в году, которую он, великий обожатель природы, особенно любил и ценил. Как только начинали цвести деревья и цветы, так Артюр начинал задыхаться, глаза начинали воспаляться, и он принужден был во избежание этих страданий оставаться дольше других в условиях городской жизни. Впрочем, как раз пребывание в Мартышкине не вызвало в нем этих явлений, и он, переехав на дачу еще в мае, мог почти всегда оставаться на воздухе, то работая над своими восковыми группами, сидя у себя на балконе, то совершая со всеми нами или в обществе одной Наташи далекие прогулки. Что же касается его судьбы, или вернее его художественной карьеры, то он был прав, когда считал себя чем-то вроде неудачника. Настоящим художником Убер не был, хотя он пользовался некоторой и даже очень лестной известностью. К нему нередко обращались с официальными заказами, как частными, так и казенными, он имел звание академика. Но, разумеется, на тусклом фоне русской скульптуры конца XIX века его мощный и столь своеобразный талант заслуживал иной оценки. Что же касается заказов, то доставались ему преимущественно такие, которые его не радовали и вдохновляли, а причиняли скорее одни страдания. Он мечтал идти по стопам своего парижского учителя, гениального анималиста Бори, и соперничать со своим современником, гремевшим тогда на весь свет Фрэмье. Его пленяла жизнь всяких диких тварей, особенно самых яростных и свирепых львов, тигров, самую душу, коих он постиг. Но вместо того он был вынужден для заработка, когда он женился, у него не было и копейки какого-либо капитала, браться за самые неблагодарные сюжеты, лепить по заказу архитектора в самые банальные карнизики или изготовлять бюсты скучнейших господ и дам, иной раз по фотографиям. Это его угнетало как художника полного всяких идей. Однако угнетение это в потешном самоиронизировании никогда не принимало оттенка жалобы. Вообще людей, способных оценивать художественное творчество и сочувствовать художнику на свете мало. Большинство стадным порядком и небесстадной трусости следуют вслепую за теми, кто приобрел почти всегда незаслуженно значение и авторитет вождей и арбитров. Но вот этих знатоков и арбитров Обер не умел ни пленить, ни заинтересовать. И даже Стасов, кланившийся в пояс псевдогениальным измышлением Антокольского и анекдотическим статуэтком Ильи Гинсбурга, не отдавал себе отчета, что зверятник Обер очень крупный художник, что уж если кто заслуживает пиететного отношения, так это он. Его следует объявить тузом и ему помочь прокладывать путь к славе. Сам Бенуа сделал немало для упрочения имени Обера. Им написаны статьи, художественные письма о Репине и Обере, речь 2 декабря 1911 года, проявившееся как возражение на статью Репина об Александре Бенуа, Обере и прочем. Биржевые ведомости 19 ноября 1911 год. И Некролог 1917 года. Александр Бенуа размышляет Москва 1968 год страницы 159-164. Серьезный и сочувственный разбор творчества Обера был сделан кроме того Врангелем в истории скульптуры. Смотрите книгу Игорь Грабарь История русского искусства том 5 Москва 1913 год страницы 385-412. Родился Артемий Лавренч в семье французских выходцев в Москве. Художественное же свое воспитание он получил в Париже, покинуть которое его принудила франко-прусская война 1870 года. Он отбыл из столицы Франции с последним поездом, шедшим в Бельгию. Но оставив Париж, он затем непрестанно стремился туда вернуться. Ему казалось, что там в городе прославленных анималистов Бори, Мена, Кена и Фремье, и он мог бы завоевать видное положение и прославиться. Рассказы Обера о парижской жизни немало способствовали и во мне усилению мечты туда попасть. Рассказывать же Обер был мастер. Все, о чем он повествовал, вставало в воображении с полной яркостью и получало значение подлинности. Когда-то ребенком восьми-девяти лет я слушал, развесив уши Григоровича, но его рассказы были в сущности чудесным краснобайством, а зачастую и совершенно явным враньем сочинителя. Напротив, в рассказах Хобера подкупала абсолютная простота и искренность. Особенный отдел в его рассказах, кроме Парижа, занимали еще животные. Все, что он сам высмотрел, просиживая целыми днями перед клетками зоологического сада, и то, что он вычитал у Брэма, Ксавье и прочих. Он чудесно имитировал различные ревы, рычания, клекоты, мычания, кроме того, он то и дело хватался за карандаш, чтоб несколькими чертами выразить на бумаге самые характерные в мимике хищников в их повадках. Их анатомию он знал на зубок и любил прибегать к ней, чтобы особенно наглядно представить собеседнику, в чем кроется красота, грация, сила и, так сказать, целесообразность их движений. Остается тайной, почему этот самый миролюбивый и жалостливый человек, не способный в буквальном смысле и комара обидеть, ненавидевший всеми силами души проявление всякого военного начала, мог гореть подобным энтузиазмом перед красотой схваток самых страшных бестий между собой или любоваться их же нападениями на слабых беззащитных тварей. Из отдельных воспоминаний об обере особенно живыми остаются у меня несколько. Вот он в Петергофе на роскошной даче дяди Сезара бегает с моими кузинами Инной и Машей по промоченным осенним дождем дорожкам, состязаясь к великому ужасу миссис Кеф в перепрыгивании через лужи и норовя при этом и себя забрызгать и обдать водой наши ноги. Миссис Кеф не решаясь сойти с веранды требует, чтобы мы вернулись домой. Но это нас, детей и нашего совершенно взрослого товарища только подзадоривает. Вот и другое воспоминание тоже связано с домом дяди Сезара. На сей раз это зима, это генеральная репетиция домашнего спектакля, на котором Обер, несмотря на свою неспособность запомнить текст, все же решился сыграть одну из главных ролей в наивной пьеске «Что имеем нехраним, потерявши плачем?» Артюр тоже, представляя взбунтовавшегося против своей давней подруги жизни старичка, не только всех рассмешил, но многих заставил и всплакнуть. Особенно трогательной получилась последняя сцена, когда он, стоя на коленях перед приставившейся мертвой супругой, умолял ее очнуться, открыть глазки и простить его старого дурака. К тому же времени, начало 80-х годов, относятся еще ряд воспоминаний о поездках ряженых, происходивших на святках, в которых всегда самую видную роль играл Артюр Обер. Устраивались эти поездки великим нашим затейщиком Альбером, Альбер, которому это служило поводом к ухаживанию за теми или другими особами, ему понравившимися состояние уже женатого человека ничуть не мешало нашему ловеласу расставлять свои сети, развертывал в этих поездках свою блестящую шаловливость. Но Обер служил ему и помощником, и режиссером, и конкурентом. Так, среди оркестра странствующих музыкантов он изображал контрабасиста, и его дикая возня с громадным инструментом, за порчу которого пришлось затем заплатить немалую сумму денег, была нечто демоническое, а все обезьяньи-ужимки и выбранная им маска имели в себе нечто и уморительно смешное, и чуть жутковатое. В другой поездке ряженых, избравших своей темой Берлинский конгресс, Обер изображал самого Бисмарка, и всей своей осанкой до того убедительно передавал великого пруссака, что казалось, что сам железный канцлер соблаговолил принять участие в этой группе дурачащихся русских молодых людей, среди коих можно было узнать и нашего Горчакова, и даже самого первоклассного тогдашнего мирового деятеля лорда Беконсфилда. Берлинский конгресс 1878 года был крайне непопулярен в России. Проходивший под председательством Бисмарка, он был созван по инициативе Великобритании и Австрии для пересмотра выгодных для России условий Сан-Стефанского договора, завершавшего русско-турецкую войну 1877-1878 годов. В состав же турецкой миссии затесалась прелестная вся закутанная в тюль адолистка, изображал ее архитектор Шилькнехт. В эти годы я уже обожал Обера, но я тогда не считался с ним как с художником, хотя иногда имел случай видеть, как чудесно из-под его пальцев рождались разные формы. То собаки дяди Сезара, Джек и Джилл, то кошка с котятами, то свинья с поросятами, то медведь, то волк. В эти годы Обер, мой или вернее наш общий забавник, почти что какой-то клоун или шут. Но затем, лет 13, я начинаю художественно прозревать, и тогда мой взрослый, казалось бы, слишком для меня старый друг, становится и моим наставником. У нас заводятся длиннейшие беседы. В них я то проверяю свои впечатления, то излагаю свои восторги. Мы вместе восхищаемся и Репином, и разными картинами в Эрмитаже, и в Кушелевской галерее. Да и среди всех тех, кого я заразил своим увлечением Цукки, Обер становится самым пламенным. Он даже плачет настоящими слезами при виде, как она танцует. В роли настоящего учителя Обер оказался, когда он вызвался преподать мне несколько уроков по системе Чистякова. И замечательно, что он так мило, просто и заразительно умел передавать основы этой системы, что я во время уроков не только не скучал, но наслаждался. Прямую пользу я от них вряд ли получил. Да и вся эта система, основанная на постоянных промерах и на каком-то механическом неосознанном срисовывании видимости, скорее была по существу ересью. Она не приучала схватывать общее и вообще притупляла художественное внимание. Бенуа несправедлив по отношению к системе Чистякова. Однако косвенно я все же кое-что из этих уроков почерпнул. Как-никак это были единственные уроки, которые хоть какой-то след во мне оставили. Они указали мне на иные пути, нежели то художественное баловство и тот порочный дилетантизм, которым я предавался с детских лет. В общем, мы были в согласии с Обером и при обмене наших философских, политических и, скажем, гражданских идей, чаяний и симпатий. Но все же тут иногда проглядывали и разногласия по существу. Обер был скорее равнодушен к вопросам веры. Не будучи атеистом, он все же не исповедовал какой-либо определенной религии, а имел то, что называется своя собственная религия. Напротив, я, если и переходил от увлечения одним вероучением к увлечению другим, от католицизма, каким он был мне преподан на уроках отца Женье, к идеям реформации в духе проповедей пастора Дальтона и, наконец, под влиянием главным образом чтения Достоевского православию, чтобы затем снова обратиться к католицизму, если у меня так и не установилась какая-либо стройная и целиком мною владевшая духовная дисциплина, то все же в целом я был религиозен, и для меня религия была чем-то самым существенным в жизни. Это духовное состояние вполне разделяла со мной и моя подруга. Напротив, в политике я исповедовал уже тогда, если и не интернационализм или анархизм, то все же нечто похожее на учение Толстого, однако все же от него независимое. Может быть, в этом сказалось то, что по своим кровям я принадлежал к трем главенствующим в Европе нациям, к французской, к немецкой и к итальянской, по воспитанию же я был русский. Моему анационализму способствовало и то, что старшая моя сестра вышла замуж за типичного англичанина, вторая сестра за потомка французов, старший брат женился на русской немке, я сам был без ума влюблен в ее младшую сестру, что мой второй брат женился на чистокровной, опять-таки типичной русской, третий брат на Балтийке, четвертый на кузине полурусской, полуитальянки. У Обережа душа оставалась французской, лишь сильной примесью элементов культуры русской. При всей широте своих взглядов он таил известную злобу против пруссаков, единственных виновников войны 1870 года, а когда началось французско-русское движение, то он с энтузиазмом примкнул к его приверженцам. Франко-прусская война 1870-71 годов привела к глубоким переменам в Европе. Франция потеряла первенствующее положение на континенте, закончилось национальное объединение Германии, усиление Германской империи и общность антигерманских внешнеполитических интересов привели в 1882 году к образованию Тройственного Союза, а в 1890-е годы к французско-русскому сближению, завершившемуся франко-русским союзом в 1893 году. Он даже принял участие в специально организованной поездке в Кронштадт навстречу французской эскадре, тогда как на меня все тогдашние манифестации производили прямо-таки удручающее впечатление. Я не мог не видеть в них фальши. Здесь Обер сходился во всем со своим приятелем и тоже нашим верным другом дома Рассоловским. Милого Зозо и я ценил за его сердечную доброту, за его основное джентльменство, чтоб не сказать рыцарство, но все же я не переставал видеть в нем ближайшего сотрудника нового времени, а эту газету, несмотря на всю талантливость ее вдохновителя, я ненавидел всеми силами души. Газета «Новое время», начиная с 1876 года, возглавлялась Сувориным 1834-1912, приобретшим до того широкую известность в качестве журналиста умеренно либерального западнического толка, автора, пользовавшихся большим успехом фильетонов на общественно-политические и литературные темы. Суворин печатал также недельные очерки и картинки в Санкт-Петербургских ведомостях под псевдонимом «Незнакомец». С конца 70-х годов Суворин резко изменил общественную ориентацию, начав проводить в издаваемом им новом времени реакционно-националистические взгляды, однако в глазах определенных интеллигентских кругов позиция обывательского нового времени все же не до конца сливалась с общественным лицом ее издателя, талантливость которого признавали многие. И вот еще одна особенность моей дружбы с Обером мне он был с давних пор действительно другом, а когда подрос мой племянник Жене Лансере, то и он подружился с ним. Однако Обер никак не сошелся с моими другими друзьями. Он никогда не заходил ко мне, когда они у меня собирались и в таких случаях предпочитал проводить вечер в папином кабинете или за общим чаепитием. Кстати сказать, в таких случаях он, не переставая принимать участие в общей беседе, что-либо небольшое лепил из воска, исполняя какой-либо очередной заказ. Он же Обер привел к нам Бирля, ставшего скоро нашим общим другом. Однако пристроив Бирля в нашу компанию, Обер не поддерживал ни с ним, ни с другими участниками нашего кружка каких-либо близких отношений. Мне кажется, его главным образом смущал царивший среди нас тон, страсть к обоюдным насмешкам, к нескромным, оскорбляющим его целомудрие шуткам. Не могли ему нравиться и наши слишком громкие споры. Кстати сказать, я думаю, что Обер вообще от природы был человеком стыдливым, тогда как у нас, как я уже не раз упоминал, была скверная гимназическая привычка стритно весьма скобрезный лад. Возвращаясь же к нашему дачному сожительству в 1896 году, я еще раз должен сказать, что оно получилось удивительно безоблачным и исключительно приятным. Общее хозяйство вела моя Атя, успевшая вполне напрактиковаться в этой роли и обладавшая несомненно даром какого-то авторитетного и все же мягкого незаметного дирижерства. Оберов, что называется, не было слышно. Спускались они со своего этажа только к утреннему кофе, к обеду, который подавался по летнему обычаю в час и к ужину в восемь. Все же остальное время, с недолгими перерывами, посвященными в хорошую погоду прогулкам, супруги проводили рядышком у себя на верхнем балконе, причем он всегда что-то лепил. Между прочим, он за эти два месяца закончил довольно крупную статуэтку какого-то бедуина. Она же, низко склонившись из-за близорукости, тут же что-то шила, зашивала и вышивала. Будучи усердной рукодельницей, Наталья Францевна, кроме работ чисто утилитарного назначения, создавала иногда и разные эстетические безделушки. Я немного опасался, как именно Сомов при своей недоверчивости, разборчивости и брезгливости уживется с оберами. Однако ужились они превосходно. И хоть Костя и посмеивался иногда над старосветскими повадками и вообще над смешными сторонами наших друзей, однако все же он их в общем ценил и по-своему даже полюбил. Как памятник этой его симпатии получился даже один из его хороших портретов, который, если не ошибаюсь, попал впоследствии в Третьяковскую галерею. В Государственной Третьяковской галерее ныне хранится два портрета работы Сомова 1896 года. Портрет Натальи Францевны Обер, о котором пишет Бенуа, и Наталья Францевна Обер на фоне пейзажа. На нем представлена Наташа Обер, сидящая в ситцевом халате среди дорожки нашего садика. И на сей раз все началось с того, что я предложил писать Наталью Францевну в этом утреннем самом простеньком одеянии, светло-розово-сиреневый цвет которого, сам по себе довольно обыденный, прелестно вязался с окружающей зеленью березок. Сначала она должна была позировать стоя, и мы оба собирались ее писать таким образом, но у меня опять-таки дальше акварельного наброска не пошло, тогда как Костя увлекся красочной задачей, завладел своей моделью и, затеяв серьезную картину, предпочел ее усадить. Сеансов было не больше восьми, и хорошо, что не больше. Именно благодаря краткому сроку Сомов свою картину не замучил, и вышла она у него необычайно свежий и непосредственный. В середине же лета у нас с Костей вышло еще раз нечто вроде конкурса. Возвращаясь как-то домой с дальней прогулки, я заметил в окне избушки, в которой жил кладбищенский сторож, прелестное личико девочки. В полусумраке, на фоне внутренней темноты, матовая бледность его и нечто глубоко грустное в глазах, поразили меня своей особенной красотой. Мне захотелось еще раз взглянуть на эту девочку, и на следующее утро я направил свою прогулку в ту же сторону. Увидев теперь это ангельское существо при полном свете, я удостоверился в том, что девочка на редкость мила. Ей было не больше восьми лет. Ее внешность казалась тем более удивительной, что старшая на год сестра, тут же стоявшая, представляла собой самый уродливый тип. Костя не вполне разделил мое увлечение, но все же предложил обратиться к родителям девочки. Сначала они просто не могли понять, что мы хотим от их дочери, но догадавшись, что на этом можно кое-что заработать, согласились. Обе же девочки, насмерть перепуганные, расплакались. Все это показалось мне отвратительным, и я уже приготовился к отступлению, но Костина упорство взяло вверх, и он тут же обо всем условился. Не знаю, как родители объяснили Оле, что хотели от нее чужие господа, но явилась она одна без провожатых, на следующий же день, с видом покорной жертвы, и этот вид не покидал ее в течение всех восьми или десяти сеансов, несмотря на ласку обеих наших дам и на то, что ее угощали шоколадом и всякими сластями. Это Костя потребовал так много сеансов, зато у него и получился очаровательный, прям-таки классический профильный портрет Оли, воспроизведенный впоследствии в золотом руне. Портрет находился в собрании Гиршмана с 1917 года в Государственной Третьяковской галерее. Другой рисунок Сомова с той же модели в Государственном Русском музее. Что же касается до меня, то я и на сей раз был готов со своим рисунком в первый же сеанс, в остальные же два, чтобы чем-нибудь себя занять, сделал еще по рисунку фаз в неполный профиль и даже с затылка, но затем я убедился, что мне никак не дается передать то, из-за чего началась эта затея, то есть самую поэзию нашей чуть жалкой пленницы, и я бросил этим заниматься. Случай этот запомнился мне с особой отчетливостью, потому что и тут с полной определенностью обозначилась и разница наших художественных темпераментов и границы наших дарований. Такое взаимоотношение между Костей и мной продолжалось затем в течение всего лета, и оно еще углубилось в последующие два-три года. Тогда мы составляли действительно своего рода пару. Я продолжал в значительной степени быть его духовным ментором и его вдохновителем, он же в свою очередь занял в моих глазах место прелестного выразителя моих же художественных вожделений и в то же время какого-то образца достойного подражания. Как мне нравилось все, что он тогда делал, будь то мелкие акварельные наброски, зарисовки тонко отточенным карандашом или же целые композиции. Когда погода позволяла, мы оба проводили все дни на воздухе, занятые этюдами. В дождливые дни, а их в то лето было немало, мы сидели дома, и вот тут Костя сам себя тешил и сочинял всякие сценки слегка шутливого характера, преимущественно изображавшие дам и господ тридцатых и сороковых годов на прогулках. Сам он не придавал им никакого значения и готов был дарить их кому попало, мне в первую очередь, но я от каждого неожиданно рожденного такого каприччо приходил в восторг, сразу звал любоваться новым перлам и жену его Беров, а Даров отказывался. Именно с тех пор я и в беседах с другими друзьями стал делиться своим любованием костяным искусством и талантом. Постепенно я и их приучил относиться к нему совершенно по-иному, нежели они относились до тех пор. Глава одиннадцатая второе мартышкинское лето у Тенишевых в Талашкине переселение в Париж. Еще весной того же 1896 года я в своих письмах княгине Тенишевой стал нащупывать почву относительно моего переселения в Париж. Решительного ответа я не получил, но, видимо, самый мой проект ей нравился, и среди лета Мария Клавдиевна пригласила меня на несколько дней в свое имение Талашкина в Смоленской губернии, причем из ее письма можно было понять, что тут мы и столкуемся насчет Парижа. В разгаре моих летних работ мне не слишком-то улыбалось покидать полюбившиеся Мартышкина, да и жаль было расставаться со всеми членами нашей идиллической колонии. Даже мечты о Париже несколько тогда померкли. Но нельзя было идти на попятный, и я тронулся в путь, а раз тронулся, то вскоре зарядился любопытством, ведь это была моя первая далекая поездка по возвращении из нашего свадебного путешествия, и моя первая поездка по России с самого 1885 года, когда я в последний раз ездил к сестре в Малороссию. Остановившись на два дня в Москве, я осмотрел довольно основательно Румянцевский музей и Третьяковскую галерею, последнюю под руководством самого Павла Михайловича, но, кроме того, сделал несколько зарисовок. Меня прямо ошеломила грандиозность кремлевских стен, особенно со стороны Москвы реки. Акварель Москва, Кремлевские стены и Спасская башня хранится в Государственном Русском музее. Я также не ожидал найти такую причудливую романтику, как то, что я увидел, добравшись по совету Аполлинария Васнецова до Новодевичьего монастыря. Из этих довольно подробных зарисовок я затем уже в Париже сделал две большие акварели. Удивил меня своей живописностью и Смоленск, сохранивший еще в целости свои внушительные стены и свой гордо возвышающийся над городом собор XVIII века. А затем в коляске, высланной мне на станцию, я проехал полями или сками около двух десятков верст, точно не помню, и весь в пыли прибыл в княжеское поместье. Принят я был с редким радушием, и меня сразу отвели в предназначенную мне очень просторную и светлую комнату. Рядом в такой же комнате гостил уже несколько недель художник Ян Ционглинский. Этому соседству я обрадовался, но менее я обрадовался тому, что застал в Талашкине многочисленное общество. За стол в главном доме ничего художественного и вообще интересного из себя не представлявшим садилось по меньшей мере человек двадцать, а для экскурсий по окрестностям приходилось закладывать три или четыре коляски, да еще и длинную линею. Это могло бы быть очень весело, если бы все эти люди были однородного общества, сходственных навыков, вкусов и манер. Но беда была в том, что Мария Клавдиевна в силу своего добродушия и неразборчивости набирала к себе кого попало, вследствие чего получались и всякие курьезные несоответствия. Что могло, например, представлять для нас, художников, три перезрелые английские миссы, которых Тенешева подцепила где-то в Швейцарии и которые с трудом калякали по-французски, тогда как сама Мария Клавдиевна едва говорила по-английски. Эти девицы были такие же любезные и восторженные, но и такие же карикатурно-жеманные, как и тысячи их соотечественниц, скитающихся по вселенной и потерявших всякую надежду выйти замуж. Они давали материал для безобидного над ними подшучивания и для упражнения в подмечании разных типичных сторон, хорошо знакомых по диккенсовским романам. Но все же в их обществе никак нельзя было развернуться и тем менее распуститься, что было в первую голову тягостно обеим княгиням, которые, будучи дамами характерно русскими, имели склонность в летние каникулы отходить от стеснительных оков городского приличия. Моментами они даже были не прочь дурачиться, а тут все время надо было остерегаться, как бы не шокировать этих совершенно чужих особ. За те три дня, что я провел в Талашкине, я успел от суматохи и шума устать, каково же было Цианглинскому, жившему здесь уже целый месяц и горько мне жаловавшемуся на свою судьбу, заставившую терять драгоценное летнее время в праздности и в специфической скуке всяческой условности. А покинуть этот плен он не мог уже потому, что в это время он преподавал живопись нашей меценатки, построившей для своих художественных занятий в Талашкине большое и прекрасное ателье. Мой сосед Ян Францевич Цианглинский, ныне почти забытый, был знаменитой фигурой в петербургском обществе, но он был обязан этой известностью не столько своей живописи, сколько личному шарму. Это был рослый, прекрасно сложенный, в меру дородный, красивый, далеко еще не старый, едва только стареющий поляк. На художественных сборищах или пирушках он охотно по собственному почину произносил необычайно складные и эффектные тосты, тогда как вообще русские художники отличались в этом отношении непобедимой стеснительностью. Сидя за роялем, Цианглинский представлял собой вид вдохновенный, в который едва ли входила какая-либо нарочитая поза. Козырям его музыкального репертуара принадлежали такие требующие известной виртуозности, тогда еще очень передовые, вещи, как прилюд к Тристану и смерть Изольде. Его речей об искусстве можно было заслушаться, но можно было и удивляться, почему он их не записывает, не превращает в законченные литературно-художественные произведения. При этом Цианглинский был человек добрейший, сердечный, мягкий, образцовый товарищ. Несмотря на свой решительный успех у прекрасного пола, он оставался годами верен одной давнишней пассии, но соединиться браком с этой особой он, если я не ошибаюсь, не мог. Тому препятствовали какие-то фамильные причины. Яна все любили, все баловали, однако почему-то настоящих друзей у него не было, и скорее всего тому мешала известная его гордость, боязнь казаться навязчивым, а также опасение, как бы не утратить тот род свободы, в которой нуждалась его натура. Еще одной важной чертой Яна Францевича была известная беспечность, какая-то вялость воли, столь мало вязавшаяся с энергичностью его пламенных призывов и воззваний. А может быть, попросту говоря, то была лень? Цианглинский говорил об искусстве много и красно. Он имел очень правильные и меткие суждения. Он горел неподдельным огнем к искусству. В этом заключалось главное основание того, почему он приобрел себе славу превосходного преподавателя, будившего в юных сердцах энтузиазм. О нем, как о преподавателе в школе общества по охчерению художеств я имел довольно полное представление благодаря тому, что многие годы его учениками состояли два близких мне человека. Брат Анны Карловны Петр, из которого, впрочем, настоящего художника так и не вышло, и мой племянник и задушевный друг Евгений Евгеньевич Лансере. Оба были отца Ангринского в восторге. Однако сам Ян Ангринский всю свою жизнь как бы только готовился занять то место, которое ему предназначалось в художественном мире. И его творение получилось до странности незначительным. Впрочем, и то немногое, что он создал при весьма благих и передовых намерениях, благодаря которым он стяжал себе даже славу первого русского импрессиониста, отличается некоторой тусклостью и, что хуже, неопределенностью. В течение моего пребывания в Талашкине стояла жаркая солнечная погода. Днем о прогулках не могло быть и речи, и поэтому ежедневные пикниковые выезды производились к вечеру, а иногда и при чудесном лунном свете. Остальное время приходилось отсиживаться на тенистой, заросшей ползучими растениями веранде большого дома, поглощая в большом количестве прохладительные напитки и принимая участие в никчемных разговорах с английскими миссами. Но был момент утром и сразу после завтрака, когда все получали полную свободу, и в эти часы Цианглинский вздумал написать у себя в комнате мой портрет. Трех сеансов хватило, чтобы изобразить меня таким, каким я тогда выглядел, с густой черной бородой и с очень красными от загара щеками, с бретонским надвинутым на лоб беретом. Но и на этом этюде-портрете я представлен в профиль, склонивший голову и с опущенными глазами, как уже меня изобразили и Сомов, и Бакст. Причиной тому было то, что я вообще не выносил позировать и сидеть долго без дела. Меня сразу, быть может, под магнетическим воздействием направленных на меня глаз, начинало клонить ко сну, во избежание чего приходилось брать книгу и читать. Цианглинский был в восторге от того, что он создал, и действительно это было одним из самых удачных его портретов. Впоследствии он мне его подарил, отличавшимся большей жизненностью и яркостью, нежели другие его произведения. Портрет Бенуа находится в Государственном Русском Музее. Что же касается до того дела, для которого я и ездил в Талашкино, то с этим мы поладили с княгиней очень быстро и к обоюдному удовольствию. Решено было, что она даст мне средства на путешествие в Париж и на пребывание там, а по дороге в Берлине и в Мюнхене по несколько дней в каждом я должен был сделать покупки для собрания княгини на общую сумму, как мне помнится, в 10 тысяч рублей. С момента же поселения в Париже я продолжал бы исполнять функции хранителя этого собрания, получая за это жалование в 100 рублей в месяц, что вместе с той сотней, которую я должен был получать от отца, составляло бы по тогдашнему курсу сумму в 530 франков, вполне достаточную для скромного, но безбедного существования. К сожалению, я забегаю вперед, в жизни не обошлось без моих обычных форталей благородничения. Во избежание того, чтобы меня могли упрекать в какой-то эксплуатации княгини, я настоял на том, чтобы вся моя художественная продукция в Париже сделалась бы собственностью моей меценатки, в силу чего главнейшие мои картины из серии «Прогулки короля» она получила от меня, так сказать, даром. Акварели, выполненные в 1897 году для серии «Последние прогулки» Людовика XIV у бассейна Цереры, у курса, кормления рыб, прогулка в кресле и другие, перешли вместе с собранием Тенешевой в Государственный Русский музей. Надо при этом отдать ей справедливость, что это не обошлось без протестов с ее стороны. Себя же я и до сих пор виню за то именно, что в этом благородничении была еще слишком большая доля романтического ребячества. Расстался я с обеими княгинями, взаимно изливаясь в дружеских чувствах, а конспиративные мои планы при поддержке княгини Четвертинской получили с этого момента особую надежность. Передо мной вырисовалось колоссальное будущее. В мечтах я уже видел создание в Петербурге по образцу Московской Третьяковской галереи громадного музея современной иностранной живописи. Польза от такого приближения вплотную к русским людям превосходных примеров западного творчества казалось мне неоценимой. Вся слава благодеяния должна была выдаться Тенишевой. Нам же с княгиней Четвертинской было бы достаточно того, чтобы мы сами сознавали значение нашей закулисной роли. Как раз финансовые и промысловые дела супруга Марии Клавдиевны шли блестяще, и казалось, что мы могли вполне рассчитывать на потребные для такой затеи миллионы. Накануне моего отъезда из Талашкина был организован большой пикник как раз в Смоленск. Тут мне выдалась возможность обозреть значительную часть городских стен и побывать в соборе, так живописно высещемся над древним городом. Вечером вся Талашкинская компания, нас было человек двадцать, к которой присоединилось несколько именитых губернских персон, а может быть я теперь хорошо не помню и сам губернатор, отправилась в городской театр, где шла какая-то оперетка. Часть молодых людей, заняв ложу авансцены, вела себя как водится крайне развязно, заговаривала с артистками, громко суфлировала и напевала знакомые реплики и вообще представляла из себя на глазах у всей публики то, что им самим казалось верхом столичного шика. На самом же деле все это было очень сомнительного вкуса, и мне с Цианглинским становилось все более невмоготу. Закончился же этот безумный день роскошным, заранее заказанным ужином, на котором текло рекою шампанское. Чуть запьяневшая Мария Клавдиевна стала петь цыганские романсы, а Цианглинский произнес пламенную речь в ее славу. Было уже далеко за полночь, когда четыре коляски помчали нас обратно в Талашкино, а на следующее утро чуть свет я отбыл из Талашкино с туманной головой, но счастливый, что эта безалаберщина кончилась, и я снова, оказавшись среди своих близких и любимых, смогу приняться за продолжение своих занятий. Я привез с собой и приятное известие, что теперь переселение в Париж дело решенное, вследствие чего наше ближайшее будущее приняло весьма реальные очертания. Я знал, что я этим известием особенно обрадую Атю, которая всей душой стремилась оказаться снова со мной в милой ее сердцу иностранной обстановке. Понадобился затем опыт многих лет, опыт, повторявшийся несколько раз, чтоб и я и она поняли, до чего сердечно и душевно мы связаны с Родиной и до чего трудно, а то и просто невозможно нам, русским, вполне приобщиться к жизни на чужбине. К сожалению, последние недели второго мартышкинского лета были нам в значительной степени испорчены. Сначала заболел я и пришлось прибегнуть к докторской помощи. Такой медик к счастью нашелся, он застрял, как и мы на своей дачке, тогда как вообще большинство мартышкинских летних гостей вернулось в город. И уже через день или два после проделанной несложной, но очень болезненной операции доктор Миллер был нами позван, так как заболела воспалением легких наша крошка. А тут еще повеяло осенним хладом, пошли дожди, пришлось снова топить печи, снова они стали дымить. Бедная моя жена намучилась в неусыпном ухаживании за больной и в страхе за нее. Морально я страдал не менее, но к этому прибавилось еще то, что дурная погода не позволяла выходить, и она же погнала наших сожителей, так что мы остались на даче совершенно покинутыми. все, что еще так недавно представлялось таким радужным, милым, приняло теперь печальный и даже мрачный вид. Деревья с каждым днем все более оголялись, неудержимо потянуло и нас самих в город, но пока у маленькой Ати был жар и она покашливала, нельзя было о том и думать. Наконец ей стало значительно лучше, и тогда мы отважились тронуться, но перебрались уже не к себе, а снова к отцу, так как от нашего собственного обиталища ввиду переселения за границу мы успели отказаться, и вся наша обстановка была уже снова перенесена на руках через улицу и расставлена по квартирам папы и братьев. Чуть ли не за неделю до того дня, который был нами назначен для отъезда, произошла неожиданная заминка. Милейшая Маша, ходившая за нашей маленькой с самого ее рождения, вдруг отказалась с нами ехать. Причина была уважительная, она сама готовилась быть матерью. С этого момента у нас в родительской кухне начинается смотр желающих поступить к нам в няньки. Однако все являвшиеся к нам как только узнавали, что мы собираемся их взять за границу, отказывались. И тут нам сообщают, что у старшего дворника Акима в нашем же доме гостит его племянница, приехавшая из деревни, и вот она очень желала бы к нам поступить. Оказалось, что это совсем юная девушка, лет восемнадцати, полная, рослая, широкоскулая, с круглым, как блин, лицом, с широкой, добродушной улыбкой во весь рот, открывавшей ряд безупречных зубов. В общем, нечто удивительно характерное русское, к тому же абсолютно безграмотное. Ну, что же, Аннушка, спрашиваем мы ее, готовы вы ехать с нами за границу? А в ответ получаем, а что это за граница? Кое-как объяснили. Ну, что ж, и там, верно, люди такие же живут, как здесь, не обидят. Однако собственного согласия ее несовершеннолетней было недостаточно, и пришлось снестись с ее отцом, дабы получить от него родительское разрешение. На это ушло еще несколько дней, и мы стали уже подумывать, не рискнуть ли нам отправиться в путь без всякой прислуги, когда, наконец, разрешение от отца с его благословением прибыло из глухой Псковской губернии, из деревни закрупитье, и уже ничто не мешало нашему отбытию. Скажу откровенно, что в момент отъезда я не испытывал особенной грусти, хоть город свой я нежно любил, хотя оставлял в нем своего папочку и многих самых близких родных и друзей. В частности, что касается отца, то, несмотря на свои восемьдесят три года, он был еще до того бодр и полон сил, что продолжал с прежним усердием исполнять свои нелегкие служебные обязанности члена городской управы и начальника технического отделения городского самоуправления. Поэтому я не сомневался, что перед ним еще многие годы жизни, что по возвращении через год на побывку или через три-четыре года совсем, я его застану все таким же крепким и здоровым. расставаясь со мной, папочка сунул мне тайно от других пачку сотенных бумаг радужных и, кроме того, маленькую ладанку с мощами святого Доминика. К очень скорбным утратам, которые я понес за свою жизнь, принадлежит и потеря именно этого талисмана, случившаяся как-то в Париже в 1898 я его держал во внутреннем отделении своего кошелька и вот этот кошелек со всем его содержимым я посеял в почтовом бюро на бульваре Сен-Жермен. Меня это ужасно огорчило и не потому, что я так уж верил в чудодейственную силу этой ладанки, а потому, что то была память от отца, нечто в особый момент из его рук в мои перешедшее. При одном виде этой овальной оловянной вещицы передо мной сразу вставал образ папочки, чуть скорбное выражение его старенького лица, его ласковые глаза, самый тембр его голоса, когда он обращался ко мне со словами «папин сын» и даже самый запах его пропитанного сигарным дымом халата. Расставаясь с нашей малюткой, он еще позабавил ее теми штучками и козами, которые он производил пальцами, на что он был большой искусник и чем он веселил каждого из нас, когда мы были еще младенцами в пеленках. За лето папа раза два приезжал из города к нам в Мартышкино и каждый раз с особой нежностью возился с маленькой Атей, которая уже узнавала его, тянулась к нему ручками и производила перед ним, сидя на руках у няньки, тот род ритуального танца, который выражал ее восторг, наполнявший все ее крохотное существо. Папочка всегда с симпатией относился и к большой Ате, даже тогда, когда она была еще подростком, и это чувство он не переставал выражать даже в течение тех лет, когда и он счел себя обязанным, следуя общему решению родных, проявлять в отношении нашего романа род осуждения. Теперь же моя жена, подарив ему еще одну внучку, всего этого третьего поколения набралось у него уже душ двадцать, необычайно выросло в его глазах, и я бесконечно жалею о том, что наше выбытие из непосредственного общения с ним не довело это его чувство до полного развития. Не перестает жалеть и моя жена о том, что она слишком мало использовала общество и всю прекрасную мудрость своего тестя, этого чудесного, почти святого человека. Уж если я без особенной скорби расставался с отцом, то естественно, что я ничего мучительного не испытывал, расставаясь с родными и друзьями. И это тем менее, что почти каждый из них обещал состоять со мной в постоянной переписке, а иные уверяли даже, что они в скором времени и сами посетят нас в Париже. И вот роковое утро настало, и в одиннадцать часов мы покинули родительский кров. Предоставленное нам братом Леонтием Ландо было завалено нашим ручным багажом, тогда как тяжелые сундуки были и очень тяжелые, ибо в них ехала с нами избранная часть моих книг, были погружены на извозчичьих дрожках и поручены дворнику Акиму, который и должен был их сдать в багаж, как только я обзаведусь билетом. В те счастливые времена никто не обзаводился заранее билетами. Мест в поездах, отправляющихся за границу, было всегда достаточно. И что за просторные, удобные были те вагоны. Только вот освещение свечой было уж очень тусклое. На Варшавском вокзале собралось нас провожать немало народу. Маленькая Атя на все таращила свои темные жуки глаза, с тем выражением недоверия, какое ей было вообще свойственно. А Аннушку теребили вопросами, как она себе представляет за границу город Париж французов и немцев. На все наша симпатичная деревенщина отвечала смехом во весь свой широкий рот, выказывая абсолютную беззаботность в отношении того, что ее ожидает в будущем. Ну вот билеты, пока только до Берлина взяты, багаж свешен и сдан, розданы бесчисленные ночии, и мы уже в своем купе, которое запрудили несколько самых близких и спровожающих. Пожали через окно руки тем, кто остался на перроне, я еще раз вылезаю, чтобы поцеловаться с папой и устраиваюсь так, чтобы именно этот поцелуй был бы последним из всех полученных и отвеченных. Ровно в полдень поезд тронулся. Моя жена, счастливая, что все так складно устроилась, уже наводит порядок среди нашего бесчисленного ручного багажа. Маленькая Атя на руках у своей няни, испуская какие-то шипящие и свистящие звуки, показывает какой-то ликующий восторг от все быстрее и быстрее проносящегося мимо окон вида. Удобно устроившись в углу, я развернул купленную мною на вокзале газету и стараюсь углубиться в чтение, чтобы отвлечь свои мысли от слишком волнующего сознания, что значительная эпоха моей жизни завершилась и что начинается ее новая глава. Глава 12 по Германии Ганс Бартельс Берлинские и Мюнхенские художники Октябрьское празднество Осенний праздник отмечавший окончание сбора винограда и очень популярный в Мюнхене Он носил также название праздника вина и сопровождал с карнавалом шумными массовыми гуляниями. Вот и Эйткунен. В те годы пограничный пункт на границе России и Германии, точнее Пруссии. Пьем снова традиционный кофе с аппетитными хлебцами в готическом вокзале, каким он представлялся тоже аппетитным, чистеньким. Водворяемся при помощи толковых, но не суетящихся проходите, будьте спокойны, носильщиков в купе второго класса, кажущееся несколько тесноватым после огромных наших вагонов. И мы катим страшно быстро, но мягко между полей Восточной Пруссии, столь опрятно обработанных и представляющих собою после безнадежно унылых пейзажей Литвы какое-то олицетворение плодородия и благополучия. Аннушка, однако, не выражает никакого удивления от той разительной перемены, что произошла, как только по невзрачному мостику мы перебрались через границу. Я ей объяснил, что мы покинули Россию, что началась новая страна, что это Германия, что живут здесь немцы, и как будто совершенно безучастно, держа маленькую Атью на руках, поглядывает в окно. И вдруг лицо ее оживляется, рот расплывается в широкую улыбку, и она, провожая глазами, что-то мчащееся мимо, произносит фразу «Ну и немцы, картошку и ту копать не умеют, не что так копают картошку». Эти слова нашей неграмотной деревенщины поразили меня чрезвычайно. До того я в них почуял нечто характерно русское, что они запомнились мне на всю жизнь. Не сказался ли в них русский человек и все его отношение к чужеземцу, к немцу? Даже будучи полным невеждой, он уже с колыбели презирает все немецкое, все нерусское. Он все лучше знает и потому учиться не желает. Устами Аннушки говорила тогда не она, а говорил целый народ, народ, не поддавшийся ни дубинке Петра I ни Муштре Аракчеева. Остановились мы в Берлине, на сей раз в Борзенутель. И это не потому, чтобы он был особенно комфортабелен или дешев. Но здесь сказался и мой консерватизм, тяготение к чему-то уже испытанному и хотя бы вовсе неудовлетворительному. И наша опаска перед всякими пробами, да еще с ребенком на руках, с риском попасть еще и на гораздо худшее. Но, кроме того, ситуация в этой гостинице была действительно исключительной, ведь стоило перейти мост через узкие рукав Шпрее, тут же протекающий, как уже оказывался на музейной территории. Начал я свой обход художников в Берлине в первый же день с Ганса Германа, от акварелей и гуашей которого я тогда был в восторге. Года три до того он по приглашению Альбера посетил Петербург и привез серию прелестных своих голландских этюдов, которые и были выставлены у акварелистов. Они чрезвычайно выгодно выделились своим европеизмом на общем довольно провинциальном фоне, но успех этот вызвал среди наших товарищей тревогу. Многие увидали в этом допущении иностранца-конкурента опасность чисто материального порядка. Однако тогда Мария Клавдиевна ничего не приобрела под предлогом, что она не собирает иностранцев. Теперь же, согласно новому плану, я отправился на дом к Герману с тем, чтобы приобрести у него нечто такое, что мне показалось бы особенно желательным. С самим художником я уже познакомился в Петербурге, и этот простой, любезный, вовсе с виду не декоративный человек тогда очень мне понравился. Понравился он и Сереже, когда последний побывал у него в 1895 году. Увы, с первого же шага моя задача оказалась менее легкой, нежели я предполагал. У Германа очень много его вещей было разослано по разным выставкам в Германии и в других странах, и у него на руках ничего в данное время не оставалось для продажи. Тут, как раз среди тех картин, что висели по стенам, я увидел вещь, которую он сам почитал за одну из самых своих значительных, и которая уже побывала у нас на выставке в Петербурге. Изображала она внутренность мясного рынка в Голландии, и была мастерски исполнена смешанной техникой акварели и гуаши. Приобретать ее мне не хотелось из-за сюжета, а также потому, что я мечтал о вещах более скромных, но живых, непосредственных, сделанных прямо с натуры, записанных в путевые альбомы, вроде как раз того, что удалось забрать у мастера Дягилеву по ценам удивительно скромным. Получилась неловкость. Считая, что картина не продажная, я стал ее похваливать, а тут Герман возьми да сними ее со стены со словами «Ну, это-то вы можете получить», а цену за нее назначил такую низкую, что мне только и оставалось выразить свою признательность. Вообще же, Герман был и очень добродушным, и очень услужливым человеком. Узнав, что я еще не побывал в Потсдоме, он взялся быть нашим гидом, и мы весь следующий день провели во дворцах Фридриха Великого, до того мне знакомых лишь по фотографиям и картинам Менцеля. Должен, однако, сознаться, что от этого первого обозрения у меня не осталось особенно яркого впечатления. Я даже был несколько разочарован, вероятно, потому, что продолжал находиться под обаянием наших Петергофа и царского села. Это западное, ультраутонченное Рококо, Кнобельсдорфа. Изощренность в малейшей детали были далеко не столь по-театральному эффектны, как то, что у нас наколдовали Растрелли и Ринальди. Кнобельсдорф, Георг Венцеслаус, 1699-1753, немецкий архитектор, работавший при дворе Фридриха II, строитель дворца в Потсдоме, 1744-1751, Берлинского оперного театра, 1741-1743, и Берлинского дворца Шарлоттенбург, 1740-1743, планировщик парков Тиргартен и Сансуси. Мне следовало бы в первую очередь отправиться к своему любимцу, к своему кумиру, к Адольфу Менцелю, но тут произошла моя вторая неудача. Просто, не спросясь, отправиться к великому художнику, я не отважился, а Герман не был достаточно близко знаком с патриархом, чтобы снабдить рекомендации к нему. Поэтому он дал мне совет побывать у Пауля Мейергейма, известного зверописца, которого связывало с Менцелем давнишнее знакомство и, даже несмотря на разницу в годах, род дружбы. Заручившись поддержкой Мейергейма, я затем мог бы отправиться к старику. Уже по рассказу Сережи, у которого хватило храбрости проникнуть до самого и которому удалось даже купить у него по сходной цене два хороших рисунка, я знал, что автор круглого стола и железопрокатного завода господин неудобный и даже неприятный. Он и его, Сережу, сначала едва не спустил с лестницы. Поддержка была необходима. Ну вот, хоть у Мейергейма я и побывал, однако и Мейергейм рекомендации к Менцарю мне не дал и только предупредил, что старик стал болезненно нелюдим, что он никого за последние месяцы не принимает и что даже он перестал посещать свое любимое кафе Бауэр Унтерден Линден, где еще недавно его можно было ежедневно застать и где в былое время он был вполне доступен. Курьезную вещь при этом рассказал Мейергейм. В кафе Менцаль приходил не только для того, чтобы закусить, но чтобы посмотреть всякие иллюстрированные журналы, причем любопытно было наблюдать со стороны, как этот тончайшего ума художник на долгие минуты углублялся в разглядывании одной и той же картинки, часто и совсем неказистой. Вероятно, он высматривал в ней то, что ему, великому знатоку быта, было интересно высмотреть. Мне эта черта знакома, ведь я тоже обладаю способностью не только любоваться высокими и прекрасными произведениями искусства, но и находить характерное для себя в данный момент ценное, а подчас даже волнующее в самых банальных ремесленных произведениях. С детства я был страстным охотником до всяких картинок, будь то Illustrated London News или Graphic или Illustration или в наших всемирной иллюстрации в Ниве в Пчеле. Впрочем, весь вопрос о том, как смотришь, надо уметь смотреть, ну а все творение Менцеля доказывает, что он то смотреть умел. Сам Пауль Мергейм был не старый человек. Он был выше среднего роста, чернобородый с проседью. В его манере было что-то мило благодушное и что-то нервно настороженное. Точно он чего-то когда-то испугался и следы этого испуга остались навсегда. Занимал он вблизи Тиргартена нарядный особняк с типичной для Германии 80-х годов обстановкой, состоявшей главным образом из старинной мебели. На стенах висели старинные картины, из которых он особенно ценил большой и роскошный натюрморт голландца Ван Бейрена. Но рядом с картинами старинных мастеров я заметил несколько маленьких картин середины XIX века того несколько слащавого жанра главными представителями которого в 40-х годах были Мейер фон Бремен и Эдуард Мейрхейм. Последний чего я раньше не знал был отцом Пауля и трудно было себе представить больший контраст как тот что существовал между сыном последователем Адольфа Менцеля и других реалистов и тем скромным наивным художником глядевшим на все через розовые очки Дюссельдорфской школы. Живописцем Дюссельдорфской школы сложившейся в 20-е годы XIX века был свойствен поверхностный сентиментализм а картинам сюжетная занимательность. Во времена Бенуа под Дюссельдорфцами чаще подразумевали живописцев Кнауса 1829 1910 и Вотье 1829 1898 При этом мне понравилось в Пауле с каким умилением этот рослый и элегантный бородач этот завсегдатый высших кругов и придворных балов отзывался о творчестве своего попа. Как нежно он эти картинки любил, с каким убеждением отстаивал достоинство этой старосветской живописи. На придворных балах Карлик Менцель часто из-за спины великана Мэргейма высматривал то, что ему представлялось интересным набросать в свой никогда с ним не расстававшийся альбомчик. Иногда для этого он вставал на стул или на подоконник, а альбомчик клал на плечо своего приятеля. В Мюнхене мои покупки продолжались в том же чередовании удач и неудач. Но здесь в роли Ганса Германа оказался мой квазиродственник Ганс фон Бартельс, сам себя называвший кузеном всей семьи Бенуа. С ним я познакомился в Гамбурге в 1882 года во время моего первого заграничного путешествия с родителями. Тогда Гансу было около 25 лет, мне же было 12. И с тех пор я его не видел. Но Ганс за эти годы не переставал находиться в переписке как с Альбером, так и с нашим общим двоюродным братом Сашей Бенуа Конским. Наружность Бартельса за эти 14 лет мало изменилась, ни в чертах, ни в манерах, но тогда он мне показался каким-то гордым, настороженным, несколько даже мрачным. Возможно, что действовала на него вся уж очень буржуазная семейная обстановка, в которой произошло наше знакомство. Полные честолюбивых чаяний, художник просто тяготился специфической атмосферой фамильных собраний, и суждения даже похвальные старых тетушек и дядюшек должны были действовать ему на нервы. Теперь же, во всяком случае, мюнхенский Ганс 1896 года был полон самого непринужденного веселья, принимавшего моментами бурно-шумливые формы. Встретил он нас прямо с каким-то родственным восторгом. Мы сразу перешли на «ты», а нас и он, и его жена с первого же дня стали называть Шура Ате. За все десять дней нашего пребывания в столице Баварии мы редкий день не завтракали и не обедали у Бартельсов. Ганс сопровождал меня по мастерским художников и по музеям, с ним мы совершили прелестную прогулку в Нимфенбург. И всюду Ганса встречали с распростертыми объятиями. Его искренняя благожелательность в отношении всех и каждого, его веселый нрав сделали его тогда общим любимцем Мюнхена, начиная с членов королевского дома и кончая сторожами музеев и прислугой на большой выставке в глаз паласте. Жили бартельцы на окраине города в аппетитном особняке, похожем на виллу. Весь этот квартал производил приятное дачное впечатление. Женат был Ганс уже лет десять на особе некрасивый, но очень симпатичный, сразу к себе располагающий. Фрау Ванда была дамой полной, ржеволосой, с широким круглым лицом. Она была образцовой хозяйкой и очень заботливой матерью. Впрочем, свою материнскую заботливость она распространяла и на мужа, который, в свою очередь, всячески выражал ей свое обожание. Так как их семейные отношения были похожи на наши, то и это способствовало нашему быстрому сближению. С тех пор наша дружба не прекращалась, хотя случаев встречаться не выдавалось. Лишь в 1906 году нам суждено было снова побыть несколько дней вместе в Британии, но до того мы писали друг другу письма и обменивались произведениями. На подарки Ганс был вообще очень щедр, что отчасти объясняет с той удивительной легкостью, с которой ему давалась живопись. И у меня, и у Альбера, и у Сережи Дягилева, посетившего Мюнхен за год до того, и особенно у Саши Конского, было по целому ряду этюдов и картин Бартельса. И их было даже так много, что я, в свою очередь, расставался с некоторыми из них без особого сожаления, дарил или продавал эти подарки. Однако наше общее увлечение Бартельсом оказалось недолговечным. Его искусство при всей его виртуозности было каким-то бессодержательным и быстро приедалось. В этом он и сам отдавал себе отчет и даже каялся в этом. Гуашами и акварелями Бартельса увлекались в те времена не мы одни, а вся Германия. Его картины водяными красками необычайных размеров красовались на почетных местах, на выставках и в музеях. Картина «Полный вперед», изображающая пароход, идущий навстречу солнцу, борясь с сильным ветром и с волнами, была одной из самых популярных картин в Мюнхенской Новой Пинокотеке. Эту картину приобрел на распродаже в Петербурге в 1903 году Тенешевского собрания художник Матте. Другая очень нравившаяся его картина была мне знакома по воспроизведениям. На ней была изображена голландская приморская лежащая среди дюн деревня Катвейк. Мне посчастливилось ее еще застать у Ганса в мастерской, и после маленькой борьбы с фрау Вандой я ее получил для Тенешевского собрания. При этом Ганс из расположения ко мне по собственному почину уступил ее за половину цены. Бартельс сразу принял самое горячее участие, чтобы я с достоинством исполнил свою миссию. Он меня свел ко всяким звездам, и он же способствовал тому, чтобы некоторые из этих звезд расстались для нашего собрания со своими произведениями. Посетили мы с ним тогда и Ленбаха в его прелестном палаццо у пропелеев, и старика Вильгельма Дитца, от действительно очаровательного искусства которого я был в восторге, и от прославившегося в те дни на весь мир Франца Штука, и другого все еще знаменитого мастера Дефрегера, и многих других художников. И всюду, благодаря Гансу, я был принят с отменной любезностью. Единственное, кто меня отшатнул своей угрюмостью, был Дефрегер. Но, к сожалению, не всюду я оказался в состоянии что-либо приобрести. Ленбах уверял, что все, что у него было продажного, похитил у него этот русский юноша, который меня посетил в прошлом году, то был Сережа Дягилев. А не менее мужиковатый, нежели Дефрегер Гитц, дымя сигарой, запросил такие суммы за самые пустяшные рисунки, что меня обуял ужас, и я поспешил выбраться из его прокуренной табаком мастерской. Блиставший апполоническим блеском, точно озаренный орелом славы красавец, пожиратель женских сердец Штук вышел по-театральному одетый в бархат, держа в левой руке гигантскую палитру, с которой текли необычайно яркие колеры на роскошный мозаичный пол его навехонькой виллы. Он стал безустали выкатывать мольберты с поставленными на них картинами и картинищами. Я тогда увидел, между прочим, еще один вариант его знаменитого греха. Но когда я попытался у него выклинчить хоть один какой-нибудь рисуночек для нашего будущего музея, то он только сверкнул своими очами на выкате, гордо откинулся назад и промолвил «Ничего подобного у меня вообще нет». Очевидно, он забыл, с чего он десять лет до того начал, когда сотрудничал в юмористическом журнале «Флегенде Блеттер», где стали появляться его блестящие нарисованные эмблемы и аллегории. Теперь Штук считал себя за мирового гения, и как ему было не считать себя за такового, когда не только в Германии, но повсюду, где появлялись его картины, они встречали такой успех, какой не выдавался ни одному немецкому художнику с самых дней Маккарта. Исторические полотна и росписи австрийского живописца Ганса Маккарта 1840-1884 отличали эффектная красочность, пышность композиции, богатство костюмов и аксессуаров. Жили мы в Мюнхене благодаря рекомендации все того же благодетеля Ганса в прелестном, уютнейшем пансионе на площади, где стоит обелиск. У нас были две комнаты, одна для нас, другая для нашей дочки и ее няни. В наши же комнаты нам подавали в полдень вкусные и сытные обеды, а в семь часов ужины, но в большинстве случаев мы пользовались гостеприимством Бартельсов. Одно только портило удовольствие. Маленькая Атя, за которой теперь окончательно укрепилось прозвище, данное ей первой ее нянькой Пататашка, захворала желудком. Но врач Бартельсов Хэр-доктор живо справился с недугом. Наше пребывание в Мюнхене завершилось осенней ярмаркой на Терезиен-Визе, традиционным и самым популярным праздником всей Баварии. Das Oktoberfest было мне знакомо по картинке в Мюнхенер Бильдербоген. Но хоть и весьма занятно художник представил там это гульбище, однако действительность во много раз превзошла изображение. В обществе Ганса и его детей мы провели на лугу Терезии целый день. И за эти часы ни минуты не оставались без сменяющихся развлечений, без того, чтобы не наслаждаться то зрелищем диких пленников зверинца, то фокусами акробатов, то изучая диковинки кабинета восковых фигур и так далее. Все это было как повсюду, на ярмарочных сборищах, но общее веселье, благодаря распивавшемуся в баснословном количестве пиву и известному благодушию баварцев, было особенного размаха. Отовсюду слышались песни и смех и звон чокающихся кружек. Ганс наслаждался как ребенок, хотя тут же извинялся за то, что все это так провинциально, такая страшная обывательщина. Не обошлось и без неизбежного в Мюнхене дождя, который на миг приобрел характер ливня. Вся публика и мы в том числе попрятались где кто мог по театрам под навесами импровизированных биргартенов и так далее. Но затем из-за черного колосса баварии снова выглянуло спускавшееся к закату солнце, зонтики позакрывались и только ноги продолжали месить грязь и попадать в лужи. Биргартен пивная с садом. По дороге в Париж мы остановились, чтобы передохнуть в Страсбурге, что дало нам случай еще раз обозреть все, что нас так пленило в этом чудесном городе. А затем мы перевалили через границу и поезд нас помчал по Франции. Это было мое первое знакомство с родиной моих предков. И должен сказать, что оно носило скорее меланхолический оттенок. На десятки километров местность по обе стороны полотна и почти до самого Парижа была затоплена разлившимися реками. Стоя у открытого окна, я с упоением вдыхал воздух милой Франции и почему-то мне при этом вспоминался сентиментальный романс на слова Марии Стюарт, петой кузиной Ольгой Константинной «Прощай, о прекрасная Франция, прощай, мой милый край». По-видимому, имеется в виду романс Шумана «Прощание с Францией», первый из цикла написанного им на тексты стихотворений королевы Марии Стюарт. Романс известен и в русском переводе Александровой «Корабль готов, прощай, прощай, веселый добрый край». Бенуа дает текст во французском переводе. Я до того был растроган видом деревушек, церковок, серебристыми красками пейзажа, показавшимися мне совершенно особенными, что несколько раз слезы подступали к горлу, и я делал усилие, чтобы не расплакаться. Не менее меня была растрогана Иатя. Глава тринадцатая «Мы в Париже». К часам пяти мы доехали, и вот мы уже в страшном и прельстительном Париже. О, сколько памятен мне этот вечер двадцатого октября тысяча восемьсот девяносто шестого года. Я бы сказал, один из роковых дней. из всех в моей жизни. Я ведь оказался в городе, который меня с самых детских лет, еще тогда, когда мне читали повести мадам де Сигюр, непреодолимо притягивал, и притяжение которого с годами все усиливалось. Мне казалось, что еще и не побывав в нем, я изучил его досконально. Такие названия названия как Лувр, Нотр-Дам, Клюни, Сен-Жермен, Локсеруа и так далее были мне столь же близки, как Зимний дворец, Исаакий, Эрмитаж, Никола Морской. Отель Клюни Монастырская гостиница, построенная в 1495-1500 годах, в которой с 1844 года размещен музей средневекового искусства с богатейшей коллекцией прикладного искусства V-VV веков. Церковь Сен-Жермен Локсеруа основана в VII веке и перестроена в XIII и XV веках, как и отель Клюни, памятник искусства поздней, так называемой пламенеющей готики. Да и в дальнейшей моей жизни я столько лет прожил в этом городе, что с полным основанием могу считать его своим наравне с Петербургом. Какие я в нем испытал наслаждения, какие я пожал я в нем лавры, и в этом же городе я теперь 1951 год полный тревог и недоумений доживаю свой долгий век. Не могу сказать, чтобы первое впечатление от Парижа было благоприятным. Самый подъезд к нему показался мне и мрачным, и унылым, лишенным какой-либо характерности. Совсем неавантажный показалось мне после роскошных вокзалов в Франкфурте, в Кельне, ставшая уже старомодной темная и неопрятная Гард-Лест, восточный вокзал. А какая на ее перронах царила бестолковая сутолока, отнюдь не похожая на культурный налаженный порядок какого-либо Фридрихс-Банхоффа. У меня было записано несколько адресов отелей, но выйдя из вагона мы еще не решили в который нам отправиться. И тут как раз подлетел к нам очень прыткий молодой человек в блузе и в фуражке и не успел я опомниться, как он уже схватил наши ручные багажи и, властно приказав следовать за ним, пустился бежать к выходу, ловко перерезая толпу и лишь изредка оборачиваясь и кивая нам головой с таким видом, точно у нас уже с ним все условлено. Только выбравшись на улицу, он обнаружил свои намерения. Я вас проведу в хороший отель. И, не дождавшись нашего согласия, он помчался дальше, лавируя между подъезжавшими со всех сторон к вокзалу фиакрами. Мы еле за ним поспевали, Аннушка с ребенком на руках, и всякие жуткие мысли уже стали лезть в голову. У Парижа тогда была отвратительная репутация, считалось, что в нем грабят среди бела дня, что он кишмя кишит жуликами и опашами. Я стал уже поглядывать, не видать ли где полицейского, когда наш вожатый со словами «следуйте за мной, это здесь» нырнул в какой-то подъезд, и мы оказались в темной, очень невзрачной приемной, однако все же не похожей на разбойничью берлогу. Носила эта гостиница громкое название «Большой европейский отель». Дама за конторкой со сладчайшей улыбкой спросила, сколько нам нужно комнат, и она же убедила меня, что я могу доверить багажные квитанции и ключи от сундуков для таможни носильщику, и действительно, через полчаса он на ручной тачке привез наши пять тяжелейших чемоданов и один ящик с книгами, благополучно проведя все это без вскрытия через таможню. Но, ах, как нам не понравились те две тесные комнатушки, которые были нам отведены, или, точнее, куда мы были уведены, взобравшись по узкой крутящейся лестнице в шестой этаж. До чего после просторных, хорошо вентилированных, приятно меблированных номеров в Берлине, в Мюнхене показались нам мизерными эти конурки с их неаппетитными альковами темно-красного репса и затоптанными драными коврами с их убогой мебелью времен Луи Филиппа. Однако, хуже всего было то, что я все более и более начинал чувствовать свое горло, что меня мутило, что разболелась голова. Теперь уже не было сомнений, я заболевал ангиной. В те годы я был подвержен ей, а между тем я не мог помышлять о том, чтобы лечь и попросить, чтобы за мной поухаживали. Маленькая Атя на руках у перепуганной и совершенно обалдевшей Аннушки вопила во всю мочь. Большая Атя требовала, чтобы я немедленно достал откуда-нибудь стерилизованного молока, о котором, разумеется, в большом европейском отеле и не слыхали. За ним мне и пришлось сразу пуститься в розыске. И тут меня, провинциала, ожидало новое разочарование. Я был уверен, что сразу в аптеке его найду. Как раз тогда начинали входить в моду художественные афиши, и у меня в Петербурге была прекрасная афиша Стейнлина, изображавшая девочку в красном платье, которая на зависть двум кошкам попивает из чашки молоко. Эта афиша рекламировала стерилизованное молоко фирмы Вен-Жан. Запомнив это название, я был уверен, что в первой же аптеке мне это молоко и дадут. Не тут-то было. Я обижал все кварталы вокруг площади Гардел-Эст, спрашивая в трех, четырех, пяти аптеках стерилизованное молоко Вен-Жан. Однако о таком молоке ничего даже не слыхали, и лишь в шестой более любезный фармацевт посоветовал мне просто стерилизовать обыкновенное молоко домашним способом. Делать было нечего, молоко специально прокипятили на спиртовке, и накормленная малютка была уложена. Тогда пришлось уложить и меня, так как я еле говорил от боли в горле, и у меня обнаружился жар. Шеей, обмотанной компрессами, приняв несколько облаток хинина, я лежал с тоской в полузабытье, поглядывая, как Атя и Аннушка выкладывают наиболее необходимые вещи из мешков и ручных чемоданов. Я был близок к отчаянию, и в воображении начинал зреть план, как бы поскорее выбраться не только из этой гостиницы, но и из Парижа вообще. Не понравились мне, пока я бегал за молоком и улицы Парижа, их неистовый гомон, который продолжал достигать моего уха и теперь, несмотря на закрытые окна и ставни. В полубредовом состоянии мне казалось, что я опять пересекаю их, рискую быть раздавленным громыхающими фурами и тяжело ступающими колоссальными першеронами. И почему здесь так бестолково во всех направлениях несутся и наемные, и господские экипажи в перемешку с омнибусами? Омерзительными мне показались и разные специальные шумы, гиканье и подобные выстрелам щелканье бичей ломовиков, перебранка кучеров, выкрики газетчиков. О да, этот вечер, проведенный в неприветливом большом европейском отеле, лежа под двумя одеялами и пледами, не принадлежит к отрадным моим воспоминаниям. Но, о чудо, на следующее утро и следа ангины не осталось, а при виде солнечных лучей исчезли и кошмарные тревоги. Напившись скверного кофе, я сразу помчался на поиске подходящего пристанища, окрыленный уверенностью, что не только я его очень скоро найду, но что и вообще все здесь в Париже устроится к лучшему. Первой областью моего исследования был Латинский квартал. Но, обойдя все улицы вокруг Клюни и Адеона, я ничего другого, кроме тех же грязных стен, дырявых ковров, мрачных репсовых ольковов и вони от нужников и кухонь не нашел. И тут я вспомнил об адресе, данном мне какой-то дамой в поезде. Дама и мне и Ате показалась симпатичной, и я решился довериться ее рекомендации. Взяв фиакр, я и поехал на другой конец города, на Рю-Вано, номер тридцать один. И до чего же я был счастлив, когда там нашлось нечто вполне подходящее, и чистота, и свет, и уют, и любезность. Хозяйка семейного пансиона ВЭК была та самая дама, с которой мы познакомились, и она оказалась до некоторой степени нашей соотечественницей, ибо она была финкой замужем за французом. По всем ее манерам было видно, что она хорошо воспитана, а лицо ее дышало честностью и приветливостью. Задержав две большие комнаты, я на радостях пешком через весь город вернулся к своим. И уже тут Париж, слегка подернутый белесоватым туманом, показался не только колоссальным, но и прекрасным. Особенно меня поразили аристократические особняки в Фобур Сен-Жермен предместе. Наша Рювано выходила как раз в самое сердце этого предмести и грандиозная масса Лувра. Оценил я и нарядность авеню Даль-Опера и оживленность бульваров. В лице самого мсье Века, французского супруга финской дамы, мы нашли настоящего благодетеля. Он сам взялся быть нашим руководителем как в деле приискания постоянного жилища, так и в деле его меблирования. Этот милый человек просто разрывался, чтобы быть нам полезным. Он помог составить список всего необходимого в хозяйстве. Он же сопровождал нас по всем отделениям Бон-Марше и по базарам, проверяя каждую вещь, бракуя негодные и из нескольких выбирая ту, которая ему казалась лучшей. Бон-Марше большой универсальный магазин, построенный в 1868-76 годах инженером Эйфелем 1832-1923 годы и архитектором Буало 1812-1896 годы. Особенно много старания Мсье Век приложил к нашим кроватям. Что же касается до прочей меблировки, то она состояла из самого необходимого, из простейших, но весьма удобных предметов белого дерева. Сначала я собирался эти чистые светлые поверхности размалевать, но затем отказался от подобной тогда модной безвкусицы. Наконец, стены нашей квартиры украсились на первых парах афишами, на самых почетных местах. Были приколоты как раз Стэнлиновское стерилизованное молоко Вен Жан и чудесная афиша другого нашего любимца Тулус Лотрека «Диван Жапоне». Квартир мы пересмотрели с Мсье Веком очень много. Благо, в то время почти у каждой двери каждого дома болталась панкарта, объявлявшая, что имеется, сдается квартира, убранная зеркалами. Сколько мы проделали лестниц, взбираясь на четвертые, пятые и шестые этажи. Лифты встречались лишь в очень роскошных нам недоступных домах. И, наконец, нашли нечто вполне подходящее в пятом этаже номера пятнадцать по улице Казимир Перье с окнами, выходящими на громаду церкви Сент-Клотильд, что уже было мне по вкусу. Я бы предпочел, разумеется, чтобы вместо этой фальшивой готики мы бы ежедневно могли любоваться настоящей, чтобы перед глазами у нас не торчали точно из жести или из дерева вырезанные убийственно сухие пинакли, оживы, аркбутаны, а была бы сочная каменная флора, что восхищало нас в подлинных памятниках средневековой архитектуры. Пинакли, остроконечные завершения, венчающие контрфорсы готических церквей, наружные укрепления, предохраняющие стены и противодействующие распору сводов. Оживы, стрелы или нервюры, профилированные ребра готического свода, аркбутаны, упорные арки, передающие распор свода на контрфорсы. Но и то уже было хорошо, что перед нами высится храм Божий, который, к тому же, при разных освещениях, а особенно вечером или ночью при Луне, приобретал всю желанную романтику. Самая же квартира, если и не отличалась высотой потолков, то была очень хозяйственной. Четыре большие комнаты были удобно расположены, стены изобиловали плакарами, не надо было покупать лишних шкафов и комодов. Плакар, стенной шкаф. Правда, не было ванной, даже и в более нарядных квартирах, тогда такая роскошь еще не полагалась. Но это нас мало заботило, ибо в двух шагах находилось банное заведение, вполне рекомендованное тем же Веком. Через две недели мы выдворились к себе, и тут мы, успокоившись, почувствовали себя совершенно счастливыми. Жить в Париже, да еще в приятных домашних условиях, это ли не было осуществлением всех наших самых, казалось бы, недостижимых мечтаний. Впечатлению того, что мы не на чужбине, а у себя дома, способствовало еще то, что нашими, чуть ли не каждодневными гостями, с первых же дней поселения, были два моих сердечных друга, Левушка Бакст и женя Калансере. Первый продолжал биться в когтях своей сирены, мадемуазель Жоссе, а второго поселил у себя его друг, художник, американец Хамфри Филд, славный парень, более походивший на русского студента, нежели на чистокровного Янки. Женя и Филд снимали большое чердачное помещение на Рю-де-Сен, на той самой улице, которая сразу стала меня манить обилием художественных, антикварных и особенно эстампных бутик. Бутик Лавок В самом том доме номер 12, где жили мой племянник и его приятель, помещался большой эстампный магазин Пруте, ставший впоследствии главным источником, из которого пополнялись как моя коллекция старинных рисунков и гравюр, так и коллекция моих друзей. Благодаря тому же Жене Лансере круг наших знакомых с первых же месяцев пребывания в Париже распространился еще на одну русскую семью. То была госпожа Гольштейн, ее муж доктор, ее сын от первого брака господин Вебер и ее дочь смуглянка Наташа, за которой наш Женя слегка приударял. Гольштейн, маленькая толстенькая уже пожилая дама с весьма заметным зобом, пользовалась большой популярностью в русской колонии, а ее салон с полным основанием мог претендовать на значение художественного и литературного центра. При этом надо отдать справедливость милейшей, уютнейшей Александре Васильевне, что при всей ее образованности она кое-что зарабатывала переводами и литературным редактированием, она не представляла собой ненавистный тип синего чулка или педанта, она была полна непосредственности, непринужденности и веселья. В ее обществе все как-то сразу начинало себя чувствовать как дома. С тактом, не подавая вида, она руководила общей беседой и мастерски спасала положение, когда какая-либо скользкая тема грозила возбудить недобрые чувства в собеседнике. Скользких же тем в русской колонии было и тогда немало, тем более в таком эмигрантском салоне, на знамени которого значилась абсолютная свобода мысли. Грешили и мы тогда, особенно женяка в этом смысле. О русском правительстве иначе, как в самом ироническом тоне, не принято было говорить, а к личности государя уже установилось отношение, в котором известная жалость сплеталась с абсолютным недоверием в политическом отношении. Это недоверие зародилось с первых же месяцев царствования Николая Второго. В своем месте я забыл рассказать, как даже в Петербурге и даже в нашей, в общем, самой лояльной семье был оценен прием, оказанный земством государем. Знаменитая речь, прочитанная им по шпаргалке, неумело спрятанной на донышке фуражки, и особенно выкрикнутые слова, безумные мечтания, как бы дали тон всему царствованию, и сразу определили и отношение широкой общественности к новому царю. Об этой речи мы узнали тогда сразу, ибо прямо из дворца к нам приехал Сергей Олив, и рассказал нам в очень возбужденном тоне все, как было. Почти тождественную версию, и в том же освящении я через день или два услышал из уст Родичева. Помнится, что нечто неодобрительное позволил себе тогда высказать даже папочка, у которого, однако, отношение к личности государя все еще было исполнено духа царствования Николая Первого. Речь была произнесена в январе 1895 года перед представителями дворянства, земств и городов в Николаевском зале Зимнего Дворца. Приветствовав собравшихся и выйдя на середину зала, Николай Второй сказал, «Я рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся для заявления верноподданнических чувств. Верю искренности этих чувств, исканий присущих каждому русскому. Но мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его «Мой незабвенный покойный родитель». Полное собрание речей императора Николая Второго 1894-1906 годы Санкт-Петербург 1906 год страница 7 Как тут не вспомнить о катастрофе, происшедшей во время празднования коронации? Подробности о ней с осведомленностью почти очевидца привез нам в Мартышкина Валичка Нувель, которому довелось в качестве чиновника Министерства Двора провести все дни торжеств в Москве. В этой катастрофе все увидали тогда же роковое знамение, ничего доброго в будущем не сулившее. В Париже же, само собой, напрашивалось сравнение и личности императорской мечеты и будущее их судьбы с личностями и судьбой Людовика XVI и Марии Антонетты. Как раз тогда только что закончились празднества, устроенные по случаю приезда Николая II и императрицы Александры Федоровны во Францию. Между прочим, за такое же зловещее предзнаменование, как Ходынка, было сочтено то, что французская церемониальная часть во время посещения царя и царицы Версаля ничего не нашла лучшего, как отвезти для их отдыха бывшую опочивальню казненного короля и повесить над ложем, предназначенным для императрицы, большой портрет Марии Антонетты, писанной госпожой Веже Лебрен. Превосходное гобеленовое воспроизведение с этого портрета было затем поднесено в дар французским правительствам государю, и этот тканый портрет повешен в любимой их резиденции в Александровском дворце царского села. Всего недели три после нашего водворения в Париж произошла наша первая экскурсия в Версаль. В Петербурге мне казалось, что и Версаль я отлично знаю, и отправляясь туда, я был уверен, что ничего совершенно для себя неожиданного я там не найду. Однако и тут вышло совсем иначе. Именно таким, каким Версаль предстал тогда, я никогда не думал его увидать. Я не думал, что он до того грандиозен и в то же время исполнен какой-то чудесной меланхолии. Что-то даже грозное и трагическое почудилось мне как в самом дворце, так и в садах в тот мрачный ноябрьский вечер. Особенно меня поразили черные конусы и кубы стриженных туй и зеркальность бассейнов, отражающих серые нависшие тучи и темные гладкие бронзовые божества, что покоятся на беломраморных окаймлениях этих зеркал. То не был Версаль веселых празднеств короля солнца. И то не была прекрасная и парадная декорация для тех романтических авантюр, которые здесь разыгрывались. Почему-то я сразу перенесся в последние годы царствования Людовика XIV. Я чуть не расплакался, когда под самый конец этого нашего первого посещения Версаля лучи заходящего солнца на минуту прорвали густую пелену туч и оранжевым пламенем засияли бесчисленные окна дворца. И почему-то именно этот момент показался мне тогда чем-то удивительно знакомым. Точно я это самое уже когда-то видал и пережил. Подобные же ощущения я испытывал и в Петергофе, и в Царском, и в Аронинбауме, но здесь в Версале они приобрели небывалую почти до физического страдания дошедшую остроту. Не мудрено поэтому, если я затем на годы зарядился версальскими настроениями и тогда же затеял картину, изображавшую прогулку старца-короля по построенным им волшебным садам. Особенно усердно принялся я за разработку такой серии последних прогулок короля в следующую осень 1897 год, и именно этой серии я обязан своим первым решительным успехом как в России так и во Франции. Глава 14 Тенишевы в Париже очень скоро после нашего поселения я принялся за исполнение своих служебных обязанностей в качестве, ну, скажем, составителя и хранителя собрания княгини Тенишевой. На первых порах эти обязанности ограничивались весьма малым. Самое собрание оставалось в Петербурге, а здесь, в Париже, и вообще за границей, я должен был лишь пополнять его по раз установленному сообща с княгиней плану. Впрочем, Мария Клавдиевна, не доверяя моей неопытности, пожелала, чтобы, оказавшись в Париже, я сразу вошел в сношение с ее обычным поставщиком художественных редкостей господином Пикаром, брат которого обладал довольно известной антикварной лавкой на улице Лафит, но который сам промышлял, как говорится ныне, тайно. В те времена таких тайных, комнатных, не записанных в торговой книге антикваров, было не так много, как теперь, и я не сразу понял, что это своего рода профессия. В своей простоте я вообразил, что этот рекомендованный мне господин просто хорошей знакомой княгине, и что он из одной любезности старается выискивать ей интересные вещи. Однако, познакомившись с этими купленными через него вещицами, выставленными в витрине в гостиной Тенишевского особняка, я, при всей своей неопытности, увидал, что многие среди них представляли собой весьма сомнительную ценность, и это заставило меня увидеть в Пикаре не того абсолютного знатока-эксперта, как его считали обе княгини, а ловкача, эксплуатирующего их доверчивость. Ни обеих княгинь, ни князя в момент нашего приезда в Париж еще не было, а штат в особняке Нарю-Бассано номер 52 был представлен всего только четой консьержей да английским кучером с двумя конюхами, томившимися в безделье. Дом заполнился и оживился лишь в декабре, после того, как хозяева наконец пожаловали для сезона. Тут мы с женой и стали весьма часто пользоваться гостеприимством Тенишевых. Оно было совершенно российского характера, иначе говоря, весьма широкое. Не менее трех раз в неделю надо было являться то на завтрак, то на обед. И если Анне Карловне под разными предлогами иногда и удавалось отказаться, то мне это было труднее. И под конец такое исполнение служебных обязанностей становилось подчас и тягостным. Забегая вперед, скажу, что именно в этих слишком частых встречах лежит одна из причин постепенного нашего охлаждения друг к другу. Изредка, впрочем, угощения обедами или завтраками происходили не на дому у Тенишевых, а в одном из знаменитых тогдашних ресторанов, либо у Вуазен на улице Сент-Оноре, насупротив церкви Успения Богоматери, либо в старинном, но только что заново отделанном золотом доме на углу улицы Лафит и Бульваров. Новая отделка этого дома коснулась не только внутреннего помещения, но и фасадов. Тогда на втором этаже между окнами появились мозаичные панно, изображавшие ресторанные сценки по картонам Форена. Эти украшения продержались не более десяти лет. Весь же дом с его архитектурными украшениями, типичными для эпохи Людовика Филиппа, стоит и поныне, однако в нижнем этаже помещается уже не ресторан, а почтовое отделение. Укажу еще на то, что и дом рядом с этим на улице Лафит сохранил свою характерную и очень милую архитектуру романтической эпохи. Особенно ценил князь Тенишев первый из этих ресторанов. Два слова теперь о князе. С ним я уже был знаком в Петербурге, но до нашей встречи в Париже я едва обменялся с ним несколькими фразами, что, кстати сказать, показывает, до чего он был далек от всего того, что интересовало его жену. Помимо крупных промышленных и коммерческих предприятий, Вячеслав Николаевич Тенишев 1843-1903 занимался научной деятельностью, получив известность и как ученый этнограф. В 1896 году им была напечатана программа собирания этнографических сведений о крестьянах Центральной России и учреждено для этого этнографическое бюро. Кроме того, делались шаги к изучению быта городского населения, чиновничества и тому подобное. Материалы обследований, проводившихся по Тенишевской программе, находятся в Ленинградском этнографическом музее. В 1895 году Тенишевым было основано в Петербурге реальное училище, получившее его имя. Ничего княжеского ни в наружности, ни в манерах, ни во вкусах у Вячеслава Николаевича не было. Широкое квадратное лицо с негустой белокурой бородой было самое простецкое, мужицкое. Он похож на русского мужика, находили французы. Да и широкоплечие приземистая фигура скорее подходила для какого-либо торговца из Апраксина рынка, нежели для особой украшенной титулом. Впрочем, будучи вполне достоверным князем, он все же не принадлежал к высшему обществу и тем менее к придворному кругу. Это был характерно русский человек, сам всего добившийся, собственным умом и смекалкой, составивший себе огромное состояние и продолжавший его с успехом увеличивать посредством всяких деловых операций и индустриальных предприятий. Между прочим, он один из первых поверил в будущность автомобиля и даже в расчете на эту будущность затратил немалые суммы на создание в Петербурге первого завода по постройке самодвижущихся машин. Пока, впрочем, Тенешева держали превосходных лошадей, а Тенешевские выезды принадлежали к самым элегантным. В Париже в этом году князь отдыхал, состоя членом парижского воскополетного и модного клуба шикарных, где он и проводил почти все вечера за карточной игрой. К своей жене, к ее знакомым, он относился благодушно. Вообще в нем была эта черта, столь типичная для русского человека, благодушия не то искреннего, не то напускного. Но и не без легкой иронии, как подобает человеку занятому серьезным делом относиться к людям, занятым таким вздором, как искусство. Ко мне он был очень ласков, что выражалось, между прочим, в усиленном подчивании меня шампанским. Раз пять в течение обеда был знак лакею, чтобы тот подливал мне шипучего нектара. А когда я протестовал, то князь неизменно произносил одну и ту же фразу «Пейте вино, вино хорошее». И действительно, оно было чудесное, как, впрочем, и все, что подавалось за княжеским столом. Что мне не удалось в какой-либо степени просветить Вячеслава Николаевича, не мудрено. Он, пятидесятилетний человек, должен был смотреть на меня, ничем еще не прославившегося, как на мальчишку, хотя у мальчишки была густая черная борода, а на мое появление в его доме, как на одну из прихотей своей супруги, над взбалмошностью которой он любил подтрунивать. Но не успел просветить князя и сам Леон Бонна, особняк которого стоял тут же за углом на улице Бассано, ныне в нем помещается фотография, и которой писал в то время поколенный портрет князя. Леон Бонна, 1833-1922, один из известнейших художников французской академической живописи, признанный мастер официальных парадных портретов. А Бонна Тенишев однако отзывался с почтением. Несомненно, ему импонировал тот факт, что Бонна собственным трудом, как и он, Тенишев, добился славы и фортуны. Фотографичный же характер портретов Бонна не мог шокировать Тенишева. Напротив, он отвечал его идеалу, если только можно говорить об идеале по поводу всего мировосприятия такого абсолютного и убежденного реалиста, каким был Тенишев. Вот кому не было никакого дела до чего-либо мистического, таинственного, невыразимого. То, что не поддается простейшему научному объяснению, что не отвечает практической полезности, отбрасывалось Тенишевым, как нечто лишнее и даже вредное. Можно себе поэтому представить, какая духовная пропасть разделяла его от жены, которая, хоть и бестолкова, однако всегда духовно чего-то алкала и к чему-то высокому тянулась. Не мудрено также, что между супругами происходили частые столкновения, и они стали учащаться по мере того, что Тенишев, женившийся по безумной страсти, стал к Марии Клавдиевне охладевать, что опять-таки совершенно понятно уже потому, что всем домогательством влюбленного человека она противопоставляла не только холодность, но и едва скрываемое отвращение. Об этом непреодолимом отвращении она не стеснялась говорить с нами и даже напирала на это, быть может, не без тайной мысли, что тем самым она доставляет утешение своей подруге Киту Четвертинской. Один из самых захватывающих моментов моей деятельности по части пополнения собрания княгини Тенишевой настал, когда в феврале 1897 года произошла в Париже распродажа наследия братьев Ганкуров. Братья Ганкуры Жюль 1830-1870 и Эдмон 1822-1896 собирали в основном французское искусство XVIII века. Их загородный дом в отеле был превращен в настоящий музей и описан Эдмоном Ганкуром в книге «Дом художника» 1888 года. 1881 год. В 1896 году после смерти Эдмона состоялся аукцион по продаже коллекции Ганкуров. Это было действительно чисто парижское событие. Я помнил, как Григорович в своих рассказах о Париже любил распространяться о тех миллионных богатствах, что сосредоточивались на день, на два в отеле Друо с тем, чтобы затем разбрестись по кабинетам коллекционеров и по музеям всего света. Побывав несколько раз в этом святилище Меркурия, я мог удостовериться, что эти рассказы Дмитрия Васильевича не противоречили истине в угоду его краснобайству. И вот в дни Гонкуровского аукциона знаменитое учреждение как-то совсем преобразилось. Оно потеряло свой грубо меркантильный характер, родственный нашим толкучкам в Александровском рынке, и приняло какой-то праздничный и даже элегантный вид. Под ожидавшуюся всеми распродажу были отданы два зала, причем была снята разделявшая их перегородка. На кафедре же аукционного оценщика восседала с особой чисто мунденной торжественностью одна из популярных парижских фигур красавец бородач мэтр дюшан. И до чего же остроглазые его помощники виртуозно подхватывали предлагаемые цены и зорко следили за всякими еле заметными кивками и иными условными знаками обычных покупателей. Во время хода торгов мэтр дюшан имел какой-то вдохновенный вид, который уже сам по себе электризовал собравшуюся публику. Еще задолго до начала каждой сессии, а их было чуть ли не шесть, зала наполнялась до отказа. Но кроме обычных посетителей аукционов, на сей раз большинство публики составляли персоны, которых привычным было встречать на самых элегантных вернисажах, на скаковых ресталищах, и которые точно по какому-то приказу в известные дни собирались больше для того, чтобы себя показать, нежели для того, чтобы чем-либо полюбоваться. Заранее было известно, что распродажа будет сенсационной, и что цены достигнут баснословной высоты. Те же распуфыренные дамы и те же господа, точно сошедшие с модных картинок, которые собирались в течение нескольких дней до аукциона на партикулярных выставках, теперь пожаловали в таком количестве, что становилось страшно, как бы кого не задавили. Высоко же над всем этим надушенным мондом восседали, взобравшись на что попало, на скамьи, на подоконники, на шкафы, менее декоративные фигуры, всякие подонки, опаши, ночлежники, пришедшие поглядеть, как ненавистные кровопийцы плудократы и разжиревшие буржуи станут швырять деньгами на удовлетворение своих похотей. Захотелось и княгиням помериться на этом состязании богатых людей, показать, что и в России еще имеются настоящие бояре. Однако в последний момент князь Вячеслав Николаевич, прослышав у себя в клубе, что цены будут вздутые, что под всем этим будет твориться форменный ажиотаж, князь, сначала было милостиво предоставившей супруге весьма крупную сумму, внезапно затем затянул шнуры своего кошелька и объявил, что она сигнует не более десяти тысяч франков. Что можно было на такие гроши получить на такой распродаже? А тут еще Мария Клавдиевна возымела намерение не целиком эту сумму употребить, как я того желал на приобретение рисунков для нашего собрания, а значительную часть ее истратить на разные витринные безделушки и на фарфор. На мою же долю оставалось всего около четырех или пяти тысяч. Тем не менее, я наметил себе к приобретению несколько рисунков более скромного порядка, и среди них я рассчитывал, что мне тысячи за полторы достанется особенно мной облюбованная необычайно сочная Сангина Шардена — человек с шаром. Не тут-то было. Явившись на аукцион задолго до открытия торгов, я отвоевал себе сидячее место в первых рядах, и, дрожа от волнения, готовился вступить в бой, опасаясь только одного — как бы от смущения мне не прозевать очереди, когда нужно будет сцепиться очами с крикунами. Но приготовления эти оказались тщетными. Все, что я себе наметил, превзошло в смысле цены мои самые высокие предположения, и я отсидел все дни распродажи 15-17 апреля 1897 года, без того, чтобы мне удалось приобрести что-либо кроме одной акварели Гаварни, пошедшей сравнительно дешево. Погнался я и за Шарденом, но, дойдя до двух тысяч франков, отстал. Рисунок же пошел за 2200 и был приобретен лувром. Особенное же возбуждение в публике проявилось из-за цен нескольких дивных рисунков головок ватто, гуаши Бодуэна, нескромная супруга, и рисунков большого формата Муро-младшего смотр войскам на Саблонской равнине. Бодуэн сделал 25 тысяч, Муро 29. В обоих последних случаях присутствующие Апаши стали улюлюкать, ухать и галдеть довольно угрожающим образом. Такие цены за какие-то лоскутки бумаги были тогда делом непривычным. Да, впрочем, если бы перевести эти суммы на нынешнюю стоимость денег, то они и сейчас показались бы рекордными. Глава пятнадцатая Акклиматизация Парижский угар Но, рассказывая об аукционе Ганкур, я снова забежал вперед. Теперь надлежит вернуться к первым месяцам нашего пребывания в Париже и рассказать о том, как мы акклиматизировались. Впрочем, лишь первые недели мы чувствовали некоторую растерянность. И как было не растеряться, попав в этот омут, в этот новый Вавилон, превосходивший в своей экзальтированной деятельности, в своей шумливости, а также в смысле обилия разнообразных впечатлений, все, к чему мы привыкли в Петербурге и даже все, что видели в Германии и Италии. Но затем довольно скоро началась ассимиляция. Она происходила ровно, постепенно, без скачков, чему способствовала и наша давнишняя подготовка и тот восторг, который мы испытывали от всего общего стиля парижской жизни. Особенно нам пришлось по душе настроение Парижа той эпохи, самый парижский воздух, который нам казался удивительно живительным, даже пьянящим и легким. наш восторг вполне разделяли Женя и Левушка Бакст и теми же чувствами, похожими на опьянение, бывали обуреваемы и все те родные и знакомые, которые наведывались к нам в Париж и проводили в нем несколько дней или недель. Среди этих гостей нам особенное удовольствие доставили бабушка Кавос, приехавшая с внуком Сережей Зарудном, а также моя Бельсуар Ольга, пожелавшая, кстати, сказать, ознаменовать наше новоселье роскошным подарком, большим нарядным ковром, тотчас же ставшим любимым местопребыванием маленькой Ати и всего того мира игрушек, который ее окружал. Памятен, между прочим, и тот роскошный обед, которым нас угостили бабушка и Олечка в ресторане Брабант, тогда еще стоявшим в зените своей славы. Нашему гутированию Парижа особенно способствовали театры и концерты, так же, как и музеи и выставки. Из экономии в театрах мы брали места в верхнем ярусе, но мы были молоды, и поэтому без труда выносили и тяжелый воздух, и жару, и вообще все неудобства, которыми отличались, да и по сей день отличаются большинство парижских зрительных зал, даже в нижних ярусах. Зато сверху можно было по многу раз наслаждаться тем, как Дельна изливала свою печаль в Орфее глюка, и как Ван Зант звонким колокольчиком с удивительным, без всякого усилия мастерством, преодолевала трудности колоратуры в Лакме. А с каким благородством исполняла Бреваль роль Валькирии? Как раз на одном из спектаклей Валькирии я оказался не в райке, а в портере Большой оперы, в амфитеатре, и это благодаря приехавшему в Париж Сереже Дягилеву, который пожелал угостить меня этим креслом. Не обошлось, однако, тогда и без комического инцидента, о котором мы затем не раз вспоминали, причем Сережа неизменно разражался своим во весь род хохотом. Инцидент был в чисто Поль-де-Коковском вкусе. Иначе говоря, бытовое происшествие с пикантными подробностями, мастером описаний которых был французский писатель Поль-де-Кок 1794-1871 знаток быта и нравов различных слоев населения Парижа. У меня лопнули фрачные штаны, и я принужден был просидеть весь вечер, не сходя с места и прикрывая кляком прореху, образовавшуюся на самом предосудительном месте. Кляк-шапокляк, складная шляпа-цилиндр. Такое происшествие помешало серьезности восприятия полета Валькирии и заклинания огня. Так как стоило Сереже перевести взгляд со сцены на меня, как он на удивление и к негодованию соседей прыскал со смеха и начинал весь трястись от подавляемого безумного смеха. Что ж касается Дадельна Ворфея, то ее открыл Женяка еще за год до нашего прибытия. И он нас прям-таки удивил увлечением и всей этой о, сколь чудесной оперой и исполнительницей за главной роль, которая обладала контральто исключительной красоты. Удивил он нас потому, что до сих пор он был более чем равнодушен к музыке, что меня немало огорчало. Женяка успел уже побывать раз пять до нас на Орфере, шедшем в театре Сары Бернар, тогда после знаменитого пожара опера Комик, служившем временным пристанищем второго лирического театра Франции. Театр опера Комик основан как временный в 1715 году, в 1801 году получил свое наименование и был открыт вновь. Был полностью разрушен пожаром в 1887 году. Его новое здание выстроено архитектором Берние в 1898 году. Мы вообще тогда перевидели и переслышали несметное количество опер и драм. Настоящий же характер запоя приобрели наше посещение театров в следующем году, с осени 1897 года, когда к нам присоединился Костя Сомов, причем рекордное число таких посещений осталось несомненно за ним. Чаще всего мы бывали в опера Комик и в опера, реже в комедии Францесс и в Адеоне. Не пропускали мы и всего, что давалось сенсационного и в других театрах. Совсем нам, однако, не понравился парижский балет. И это не мудрено, ибо искусство терпсихоры переживало здесь тогда самый позорный упадок, что особенно было заметно нам, так ценившим наш чудесный петербургский балет. Особенно нас, убежденных энтузиастских поклонников балетного искусства, возмущало в Париже то, что балет, как правило, давался здесь только в качестве добавочной премии после какой-либо оперы, и что в нем почти совсем отсутствовали мужчины, заменяемые полчищами танцовщиц. Того, говорят, требовали пресловутые завсегдатые оперы, в большинстве случаев седоватые, но все еще молодящиеся, очень элегантные старики, занимавшие первые ряды кресел, и отправлявшиеся, когда им было угодно, в цилиндрах и с тросточками в руках по специальному ходу на сцену, чтобы поболтать в кулисах со своими балетными красотками, зачастую вовсе никакой красотой не отличавшимися. В том же обстоятельстве, что мужчины пляшут, секта балетоманов, да и вообще парижане конца XIX века, видели нечто постыдное. То ли дело красотка, это ее миссия на земле служить забавой и самой забавляться. Вследствие этого весь стиль балетных спектаклей носил в то время оттенок чего-то пошловатого и скобрезного. В балет ходили восхищаться бедрами этих дам. И чем эти бедра были круглее и полнее, тем они казались более соблазнительными. Танцевали же балетные пташки из рук вон плохо, с явным презрением к дисциплине. Попутно вспоминаю, что в обыденной жизни женские ноги не то что теперь были совсем скрыты под юбкой, волочившейся по земле, и считалось, что бывали случаи, когда люди влюблялись в женщину, уловив взглядом одну лишь промелькнувшую щиколотку. В зависимости от этого было тогда выработано парижанками особое кокетство. Когда мы света и полусвета, так и грезетки с удивительным мастерством поддерживали, заложив руку за спину свои длинные шлейфы, или заменяли эту ручную поддержку особой пряжкой, носившей название пажа. Моя жена очень быстро навострилась в этом искусстве, да и вообще уже через два месяца приобрела облик подлинной парижанки. Но и безграмотная наша Аннушка, если ей и оставалось далеко до подобных тонкостей, то все же и она стала терять свой деревенский вид, изменила свою простецкую прическу на более модную взбитую вверх, а вместо платочка у нее на голове появилась шляпочка с цветочками и бантами. Слова Бонмарш и Магазин Де Лувр производили тогда на особ прекрасного пола магическое и притягательное воздействие. Но от того ли, что первый из этих грандиозных базаров был от нас на более близком расстоянии, от того ли, что в нем товары были более солидного качества и к тому же как будто немного дешевле, но в то наше пребывание в Париже с 1896 по 1899 год Анна Карловна отдавала ему решительное предпочтение. По всякому поводу, иногда даже из-за сущих пустяков, которые можно было купить в любой галантерейной лавочке нашего квартала, она отправлялась в Бонмарш. И я неоднократно сопровождал ее туда. Уж очень мне нравилась вся эта налаженная суета и все эти нагромождения богатств и удобств. Кроме того, после Петербурга нам все здесь казалось и изящным, и нарядным, и удивительно дешевым, а то, что, вероятно, в Бонмарш все товары имели известный налет чего-то, скажем, буржуазного, то от нас, провинциалов, это ускользало. Особенно же нам полюбился Бонмарш в период предрождественских приготовлений. И мы только жалели, что наша дочка недостаточно подросла, чтобы ей на елку поднести все то, что нас самих пленило и забавляло. И надо сознаться, что в те годы дирекция именно этого большого магазина и именно на Рождество преусходило самое себя в смысле изобретательности и в смысле мастерства, с которым были расположены игры, игрушки, украшения и прочее, занимая почти весь нижний этаж. В центре же его вертелся, качался и кривлялся колоссальный, со сказочной пестротой наряженный полишинель. И один вид этого нашего давнишнего любимца, как бы царившего над всем этим мило-чепушистым миром, производил на нас чарующее впечатление. Мы были в гостях у полишинеля. Это он длинноносый, двугорбый, с улыбкой до ушей приглашал нас не скупиться и набирать с прилавков все то, что нам нравилось. Чудесный шум стоял тогда в воздухе вон марш, не то, что нынешний оглушительный рев громкоговорителей и сатанинских джазов. Над гулом толпы и тогда плыли музыкальные звуки, но они происходили от бесчисленных заводных органчиков и коробочек, нехитрые мелодии которых переливались одни в другие, создавая в общем прелестную, тихо струящуюся волшебную симфонию. Как раз от папы из Петербурга были тогда получены специально для устройства елки, кроме месячной суммы, целых сто рублей. И эти сто рублей составили на франке сумму, позволившую нам не только сделать все желаемые приобретения, но и разукрасить дерево на самый блистательный лад. Не были забытые друзья, каждый получил по подарочку и все вместе чуть не заболели от чрезмерного поглощения лакомств. Особенно усердно мы тогда посещали почти всегда в компании Жени и Фильда концерты. Мы увлеклись концертами колонна, дававшимися днем по воскресеньям в театре Шатле. Подчас было довольно мучительно выдержать какую-либо нудную и безжизненную новаторскую ерунду, сидя на верхних жестких ступеньках амфитеатра в райке. Оттуда люди на сцене кажутся крохотными. Мы все же любили эти места главным образом за их дешевизну, но и потому, что туда звуки долетают с особой силой, отчетливостью и гармоничностью. В Шатле мы прослушали тогда и многие фрагменты вагнеровских опер, и творения Бетховена, и Баха, и Шуберта, и Берлиоза, и Сен-Санса, симфонию с органом, а также многих знаменитых виртуозов, из которых особенные впечатления на нас произвели Подеревский, не менее славившийся своей красотой, нежели своей игрой, а также Рауль Пюньо, который восхитил нас, несмотря на свою наружность, толстенького, коротенького бородача, и на то, что он единственный из всех пианистов играл по нотам. Игра Пюньо была удивительно осмысленна. Он обладал редким даром, без лишней подчеркнутости, выяснять намерения автора. Что же касается до самого дирижера этих концертов, до Маститова, Седовласова, Эдуарда, Колонна, то мы уже имели случай оценить и его бурный темперамент, и его власть над оркестром в Петербурге, куда он приезжал вместе с первоклассной, но уже престарелой певицей Краус, бесподобно певшей Лиды Шуберта. Лид Песня В Париже же нас несколько удивило то, что репутация Колонна в музыкальных кругах уступала репутации его соперника Ламуре. Нам, например, манера дирижировать последнего, его концерты давались в цирке на Элисейских полях, казалось несколько сухой, педантичной. К ней были более приложимы такие выражения, как сдержанный, рассудительный уравновешенный. Позже и мы стали постепенно переходить в лагерь поклонников Ламуре, тогда как Колонна с его эффектничением подчас и очень грубоватым стал нам казаться несколько даже вульгарным. В 1899 году ривалитет между этими двумя концертными корифеями кончился, так как сам Ламуре сошел в могилу, взять же его Шавеяр принявший его концертное наследство, не мог заменить высокое мастерство своего тести. Огромное наслаждение испытывал я еще на концертах старинных инструментов, изредка дававшихся тоже в цирке. Там я впервые услыхал очаровательное дребезжание клавикорд, бесподобное звучание всяких вельда-муров и вельда-гамба, хрустальные переливы старинных арф и лютней. И дирижер, к стыду своему, не могу вспомнить его фамилии, и все оркестранты были настоящими фанатиками своего дела, возрождения старины. Все более увлекаясь прошлым королевской Франции, мечтая о былой красоте жизни в Версале, в Шантильи, в Сен-Клу, в Со, я с особенным удовольствием слушал именно то, чем услаждались уши создателей и обитателей этих волшебных мест, с особой яркостью, оживавших в моем воображении благодаря музыке Люли, Куперенов и Рамо. Со, одно из южных предместьев Парижа, расположенное вдоль Сены. Замок сооружен в 1670 году по эскизу Кольбера 1619-1683 и Плану Перро 1613-1688 Планировка парка принадлежит Ленотру 1613-1700 годы. Нечто музыкальное получал я и от самой Парижской улиц того времени. Тогда еще на улицах пели, пели прачки, пели каменщики, маляры, пели на жалобный латнищие, ходившие по дворам. Наконец, зачастую можно было встретить группу, образовавшуюся из прохожих, обступивших какого-либо продавца песенок. Разношерстная толпа, повторяя за ним куплет за куплетом, заучивала как мелодию, так и манеру петь. Иные из этих песенок были развеселые, а то и довольно пикантные, но, пожалуй, особым фавором пользовались песенки скорбные и чувствительные. В этом обычае, в настоящее время как будто и вовсе исчезнувшем, было нечто удивительно милое, наивное и трогательное. Милым и простодушным характером отличались и крики странствующих торговцев, пресловутые крики Парижа, о существовании которых я уже знал по рисункам XVIII века Бушардона и по иллюстрациям в журналах. Как было приятно услыхать теперь в действительности все эти звуки, с очень давнишних времен оглашавшие парижские улицы, все эти предложения и напоминания, одни раздававшиеся на распев, другие резким горловым выкриком. Особенно же я любил дудочку, которая заявляла о приходе стекольщика, и меланхоличную флейту пастуха, водившего по улицам свое небольшое стадо коз. Козье молоко считалось особенно полезным. В общем, если сравнить с веком нынешним, было нечто праздничное в этой обыденной парижской уличной жизни. Но как не вспомнить здесь же о своего рода апофеозе этой праздничности, о том, что уже одно свидетельствовало о каком-то переизбытке жизненных сил. Я говорю о празднествах французского карнавала, о днях масличного карнавала и великого поста. Эти гульбища носили тогда столь грандиозный характер, они так захватывали широкие массы населения, они отличались столь своеобразным и подлинным весельем, и весельем поголовным, что никто тогда не поверил бы предсказанию, что эти праздники доживают последние годы, что они сами собой вымрут и исчезнут. Теперь подобные увеселения перебрались в Ниццу, в Канн. Там они, пожалуй, лучше слажены, пожалуй, даже отличаются некоторой художественностью, одно обилие цветов вносит особую прелесть. Но никакие эти приманки для туристов, для богатых и много денег, тратящих чужестранцев, не могут сравниться с тем, чему мы были свидетелями в 1897 и 1898 годах, в чем мы в значительной степени сами участвовали. Особенно нам запомнился наш первый масленичный карнавал 1897 года. Как дети радовались мы тому длинному поезду колесниц с полишинелем гигантской высоты впереди. Ведь я с детства любил всякие колоссальности, например, в Петербурге гранитных атлантов, осеняющих вход в Эрмитаж. Они меня и притягивали, и пугали, а в моих кошмарах нередко действовали как раз разные ожившие исполинские статуи и тому подобное. Уже за добрые полкилометра показывался вдали на бульварах сидящий на велосипеде полишинель в рост пятиэтажного дома, медленно подвигавшийся по бульварам, точно приглашая кивками направо и налево всех принять участие в устроенном им фестивале. Основой же программы фестиваля была баталия конфетти и серпантинов. То и другое с тех пор утратило всякую свою прелесть и превратилось в нечто избитое, банальное, ибо эти битвы стали обязательной принадлежностью всякого, даже самого захолустного праздника. Но тогда это было ново, и самая эта новизна, отвечая расположению парижан, всецело отдаваться всякой забаве, превращала толпу в массу каких-то одержимых и бесноватых. Описать все это трудно, но достаточно будет указать на то, что к четырем часам все бульвары, включая бульвар Севастополь, были до того густо засыпаны пестрыми бумажками, что по ним ходили как по сплошному мягкому густому ковру. И ковер этот покрывал не только тротуары, но и срединное шоссе, по которому движение экипажей было на несколько часов прервано. В свою очередь и деревья были сплошь опутаны и оплетены бумажными лентами-змейками, местами перекинутыми с одной стороны улицы на другую, образуя своего рода сень, что одно придавало парижскому пейзажу какой-то и реальный вид. Я наслаждался чрезвычайно, но мое наслаждение было ничтожным в сравнении с тем боевым упоением, которое овладевало моей женой. Я просто не узнавал ее. Я никогда не предполагал, что в ней может проснуться такая якобы вакхическая ярость. Целыми фунтами покупали мы у разносчиков мешки с цветными конфетти, но не успевала моя Атя получить такой мешок на руке, как он уже оказывался пустым, и приходилось покупать новый. Есть действительно что-то соблазнительное в том, чтобы сразиться с людьми совершенно незнакомыми и влепить им в физиономию целую охапку таких бумажек, да еще норовить, чтобы они попали им в рот. Многие опускались в бегство от моей Менады, но встречались и такие противники, которые под задоренные видом ее пылающего лица, ее блестящих глаз, безудержностью ее движений и ее смехом, не только не уступали перед ее ударами, но принимали бой, и тогда начиналось кто кого. При этом я, если и испытывал моментами нечто вроде ревности, присутствуя при такой интимности моей жены с совершенно чужими молодыми людьми, то все же этот вид ревности имел в себе нечто и приятно щекочущее. Надо прибавить, что все эти схватки оставались в границах приличия и известной воспитанности. В парижском конце века еще не проявлялись те черты хамства, которые, увы, все чаще наблюдаются в нынешнее время. Даже люди самых скромных рангов и те умели быть вежливыми, умели и веселиться так, чтобы не выходить из пределов общественно дозволенного. Таким же характером отличались и другие общественные увеселения Парижа, в частности знаменитые фуары, ярмарки, базары, в течение года объезжавшие все кварталы, превращая на неделю и самый какой-нибудь тихий и даже унылый внешний бульвар в шумное гульбище. Самой же парадной из них не без налета элегантности была фуара на эспланаде инвалидов. Громадная эта площадь густо заполнялась, оставляя широкий проход посреди разнообразными постройками, из коих несколько были и очень крупных размеров. Этот пестрый город в часы, когда гуляние достигало своего пароксизма, гудел и рычал точно охваченное бешенством чудовище. Ярмарка инвалидов была в двух шагах от нашего обиталища на рюк Казимир-Перье и, естественно, что я, всегда чувствовавший особое притяжение подобных публичных позорищ, не был и теперь в состоянии противостоять соблазну посещать то, которое оказалось столь близким. Под словами «Прогулка великих князей» подразумевался тот обязательный для всякого приезжего в Париж обход, который надлежало сделать по всяким ночным коробочкам, коими главным образом изобиловал Монмартр. В эту обязательную программу входило и посещение нескольких публичных танцевальных зал, среди которых особенно славились на весь мир Молен-Руш, на бульваре Кляши и Валь-Бюльер, находившиеся на другом конце города, недалеко от бульвара Монпарнас. Прозвище «Прогулка великих князей» было дано этому обходу потому, что наши великие князья и некоторые великие княгини будто бы имели обыкновение при своих частых посещениях Парижа совершать его, причем они сорили деньгами самым щедрым образом. Эта легенда вряд ли имела под собой вполне реальное обоснование и, скорее всего, она была творима и распространяема многочисленной тогдашней русской эмиграцией, которая в таком дискредитировании Романовых видела даже некий политический подвиг. Так или иначе, но и мы сочли своим долгом совершить тот же обход, к чему мы были особенно подстрекаемы и когда-то слышанными рассказами Шарля Бирля. Несколько из тогдашних аттракционов Монмартера ничего порочного даже и в намеке не содержали и представляли даже собой нечто вполне художественное. На первом месте среди них было Кабаре Дюшенуар, в котором, между прочим, мы застали чудесные китайские тени Анри Ривьера и Карандаша, знакомые нам уже по воспроизведениям. Среди них особой прелестью отличалась та лента, что представляла собой путешествие волхвов в Вифлеем и что носила название Вслед за звездой. Кабаре Лешенуар, доступное для публики артистическое кафе и литературный кружок на Монмартре, открыто Рудольфом Сали в 1881 году. В 1886 в 1886-89 годах Анри Ривьер 1864-1951 французский график и иллюстратор в содружестве с Сали основал в Кабаре теневой театр. В нем дебютировал и художник-карикатурист Эммануэль Пуаре 1859-1909 родившийся в Москве и известный во Франции под псевдонимом Карандаш. Бенуа посвятил ему специальную статью «Некролог». Речь 1909-й год, 15 февраля. Теперь детям, избалованным кинематографом, эти картинки показались бы уж очень простодушными, а то и просто скучными, но тогда и взрослые, и старики не доходили предоподобной блазированности. Пресыщенности. Кроме Шенуара, нам среди манмарциских приманок очень понравился марионеточный театр, в котором давались присмешные шутовские пьесы. Но, между прочим, шла и одна подлинная средневековая мистерия «Абрахам», сочинение тысячу лет тому назад жившей монахини Гроссвит и фон Гандерсгейм. История сродни Стоис о спасающихся в Фиваиде отшельниках. Монахиня Гандерсгеймского монастыря Хроссвита, Гроссвита, Россвита около 935-го, около 975-го писала на латыни излагая в гигзаметрах и дистихах сюжеты своих исторических поэм. Сюжет мистерии Абрахам напоминал Бенуа сюжет церковного предания Атаис Александрийской куртизанки, обращенной в христианство и известной затем под именем Святой Таисии. Легенда Атаис легла в основу и нескольких произведений Франца, стихотворного наброска, новеллы и философской повести Таис 1888-1889. В русском переводе роман появился в Петербурге уже в 1891 году под названием «Александрийская куртизанка». Кое-что забавное мы услыхали и в тех кабачках, в которых выступали поэты с чтением своих произведений. В них, пожалуй, самым интересным была свойственная им атмосфера какой-то богемной непринужденности. Посетителей встречали с обязательным гвалтом, после чего они должны были чувствовать себя как дома. С тех пор прошло более полувека, и тогдашние подававшие надежды юнцы давно превратились в старцев, а то и в бородатых неудачников. Да и самая их богемность выродилась в позу, в способ выколачивать из интернациональной публики деньги. Но в годы конца века подобная торговля цыганщиной и декаденщиной еще не успела утратить свой задор и даже известный шарм. Но, однако, и тогда уже некоторые явления представляли собой нечто весьма безвкусное и даже грубое. К самым гадким из таких низкопробных озадачиваний буржуев принадлежал кабачок, именовавшийся «Погреб небытия», а также те музыкальные сеансы, которые давались единственным в своем роде виртуозам, носившим прозвище, достаточно указывавшее народ его инструмента. О нем рассказывали, мы побрезгали пойти сами его послушать, что этот артист опять-таки особенно угодил одному из наших высочайших, тем, что пропел в его честь нертома совершенно противоположным концом русский национальный гимн. Несомненно, то были враки, но они были очень в ходу. Что же касается до погреба небытия, то мы его посетили всей компанией. За предложенное факельщиками пиво, подававшееся здесь под наименованием холеры и чумы, заплатили, однако к нему не пригубились. Вместо столов кружка ставилась на черный гроб. Выслушали какие-то погребальные шансонетки и, наконец, сподобились увидать нашего дорогого Женю постепенно на глазах у всех разлагающегося и превращающегося в скелет. Каждый посетитель мог подвергнуться подобному же процессу, ничего при этом не испытывая и не зная даже, что с ним происходит. Для этого он должен был встать среди маленькой сцены перед открытым гробом. Полная же иллюзия превращения его в гниющий труп достигалась посредством хитроумной комбинации сменяющих одна-другую проекций. Омерзительное это зрелище сопровождалось шарманкой, игравшей похоронный марш. Причем надо было хохотать, это было обязательным условием и всячески выражать испытываемое удовольствие. Посетили мы тоже всего по разу помянутые славившиеся на весь мир публичные балы. Почему-то мы были убеждены, что увидим какой-то апофеоз прекрасного парижского разгула, а разве не интересно хотя бы одним глазком со стороны поглядеть на нечто очень соблазнительное, не рискуя получить брызги этой грязи на себя. «Поедешь в Париж и там угоришь», гласила одна из избитых поговорок. Ее неизменно слышал каждый, кто собирался отправиться из нашего захолустья в этот погибельный, но прелестный город. С тем именно, чтоб угореть, чтоб надышаться вдоволь адского угара, отправлялись в Париж не одни завзятые жуиры, но и люди, отличавшиеся скромным и добродетельным образом жизни. Особенно манил Париж художников. И не только потому, что в Париже било ключом художественная жизнь, и можно было видеть неисчислимые, самые прекрасные художественные сокровища, а потому, что вековая репутация парижской прекрасной пагубы обещала показать художнику образы, уже пленившие его в произведениях литературы и всяческого художества, а теперь готовые предстать перед ним в самом реальном осязаемом мире. Нам, поклонникам по воспроизведениям Тулус Лотрека, хотелось видеть самые те места, в которых он проводил вечера и ночи, и которые его вдохновляли. И вот знакомство с этими знаменитыми местами произошло, однако оставило оно в нас только одно тягостное впечатление пошлости и убожества. Ни в красной мельнице, ни в бальбюлье мы не только не застали какого-либо апофеоза разврата, но эти увеселительные места представились нам как некие обиталища скуки и тоски. Что же касается грязи, то она была не столь морального и духовного порядка, сколь вещественного и жизненного. Здесь просто дурно пахло. Самое освещение в этом сарае и в этом саду было сумеречно тусклое, а большие электрические шары и гирлянды иллюминационных лампочек только слепили и рябили в глазах. Убожество выражалось не только в декорации, но и в действующих лицах. Отправились мы и туда и сюда с предусудительным расчетом оказаться в непосредственном соседстве с роскошными и тревожными гетерами, а вместо того перед нами задирали ноги и развивали сомнительной чистоты бельем профессиональные особы, ничуть не более пленительные, нежели те, которых можно было встретить на наших Гороховых и Вознесенских. Плясал и корчился среди дам до полного одурения и какой-то франт, быть может, то был сам Дезосе, но глядеть на этого Гайера было только противно. Валентин Ле Дезосе Реноден прославленный танцор-любитель, постоянный партнер танцовщицы Ля Гулю в Мулен Руш, много раз изображавшийся Тулус Латреком. За необычайную пластичность движений был прозван бескостным и человеком змеей. Пожалуй, в саду Бюлье настроение было несколько иное. Здесь, хоть особо прекрасного пола, собиравшиеся со всего латинского квартала с Монпарнаса еще некому было собираться в то время, еще не существовали ни дом, ни куполь, ни другие подобные заведения, веселились взаправду. Дом и куполь известны литературные и артистические кафе на Монпарнасе, ставшие особенно популярными в начале XX века. Здесь можно было встретить и немало миловидных рожиц, и грациозных, типично парижских фигурах, но для этого не стоило приезжать в Париж. Такого сорта угар можно было при желании испытать и в наших садах, Демидовом и на Фонтанке. Особенный характер Парижской улицы, в частности бульвару Сен-Мишель, в последние годы XIX века придавало обилие циклисток. Полумужской костюм, удобный для езды на велосипеде, оказался и к лицу очень многим особым, а поэтому его избрали, был он и очень дешев, в качестве профессионального наряда дамы известной категории, хотя бы никогда и ни на какие циклы не садившиеся. Женская клиентела знаменитого кафе Даркуар почти исключительно состояла из таких мнимо спортивных девиц. Кафе Даркуар в латинском квартале на бульваре Сан-Мишель номер 47 было одним из старых, имеющих установленные традиции. Что же касается Тулус-Лутрека, то никак нельзя сказать, чтобы он не точно передавал то, в чем проходила значительная часть его жизни. Однако в том и заключается магия художественного творчества, что художник передает не какую-то внешнюю видимость, а нечто иное, ему только доступное и составляющее самую суть вещей. Лишь постепенно происходит затем у зрителя процесс какого-то уравнения между образами действительности и тем миражем, который выколдовал художник. Род такого уравнения произошел и во мне, и тогда я окончательно уверился в гениальности Тулус-Лутрека, несмотря на то, что мои личные впечатления не сходились с тем, что я видел в его произведениях. Глава шестнадцатая «Художественные сокровища Парижа» В предыдущих главах я пробовал нарисовать мои первые впечатления от Парижа, преимущественно в тех его ликах, которые хоть и пленили и занимали меня, однако не могли быть сочтены за то, для чего в сущности я и совершил наше переселение. Даже театры и концерты не так уж отличались от того высококачественного, что мы имели у себя в Петербурге. Иначе обстояло дело с тем, что являлось моей специальной областью и что представлялось мне незаменимым питанием для художника. Правда, я находил и у нас на родине немало случаев любоваться произведениями искусства и делать всевозможные открытия, изучению которых я собирался посвятить все силы, но в чужих краях таких волнующих красот было гораздо больше. И многие из них были несравненно большего значения, нежели сокровища, находившиеся в России. Особенно меня манило то, что я уже знал по воспроизведениям, но что мне мучительно хотелось видеть в натуре, в своей атмосфере, в гармоничном окружении. Я чувствовал жгучую потребность увидеть воочию архитектурные памятники Парижа, а также изучить те мировые сокровища, что хранились в его музеях с Лувром во главе. Хорош был наш Эрмитаж. Он продолжает по сей день быть одним из богатейших музеев мира. Но все же многие мировые шедевры хранились именно в Париже. Здесь только можно было вполне понять чары Леонардо де Винчи. Здесь я готовился увидеть положение в гроб Тициана, концерт Джорджоне, брак в Кане Веронезе, коронование Марии Беато Анжелико и столько-столько еще первоклассных произведений искусства. Наконец, только в Париже можно было полностью изучить французскую живопись, начиная с Пуссена и кончая до Дакруа. Что же касается доимпрессионистов, то только здесь я мог бы проверить, говорил ли правду Мутер и другие передовые историки и критики, когда они ставили на первое место тех или иных художников, недавно еще ничего не значивших и подвергавшихся всяческому осмеянию. Естественно, что, едва успев распаковать нужнейшие вещи, я в первый же день нашего поселения в пансионе Век полетел в Лувр. Посещение этого храма искусства производилось затем, несмотря на поиски квартиры и на ее устройство, почти ежедневно. В те же дни, когда я не бывал в Лувре, я целые часы после завтрака проводил в Клюни, в Люксембурге, или посвящал их осмотру церквей. Люксембургский музей был открыт в 1808 году в части Дворца Люксембург, построенного для Марии Медичи архитектором Деброссом в 1615-20 годах. Он был основан как галерея новейшей французской живописи, коллекция которой не была постоянной. По прошествии десяти лет после приобретения произведения, подвергнутые проверке временем, либо передавались в Лувр, либо пересылались в провинциальные музеи. В 1920 году Большое собрание живописи импрессионистов перешло Лувру и составило самостоятельную экспозицию в теорийском павильоне для игры в мяч. В 1939 году музей перестал существовать, его заменил Музей современного искусства. Несколько позже я познакомился и с Карнавале, с Национальной библиотекой и с Версалем. Музей Карнавале, исторический музей, он размещен в квартале Маре во дворце середины XVI века, построенным архитектором Пьером Леско и украшенным скульптурами Жана Гужона. Его коллекции, открытые для осмотра с 1880 года, посвящены истории города Парижа и эпохи Великой Французской революции. Что же касается до многих других достопримечательностей, коими ныне гордится Париж, то их тогда еще не существовало. В 1896 году еще не был построен Малый дворец. Богатства музея декоративного искусства лежали в ящиках. Коллекции Жакмар-Андре не были открыты для публики и не был доступен для осмотра замок герцога Умальского Шантильи, несметные богатства которого стали по завещанию герцога общественным достоянием лишь после его смерти, случившееся как раз весной 1897 года. Малый дворец, как и большой, Пти-Поле и Гран-Поле сооружались на Елисейских полях к Всемирной выставке 1900 года. Пти-Поле замещал старый дворец индустрии и был построен архитектором Шарлем Жиро 1851-1932 годы. Его залы заняли впоследствии коллекции, связанные с городом Парижем, собрание искусству старых мастеров и французской живописи 19-20 веков. Богатство музея декоративного искусства коллекции Жак-Мар-Андре музея декоративного искусства основанной в 1882 году Центральным Союзом Декоративного Искусства во Дворце Индустрии был свернут при постройке Малого Дворца и вновь открыт в 1905 году в Северном Крыле Лувра павильоне Марсан. Он занял более двухсот зал. Коллекция Жак-Мар-Андре завещанная Институту Франции и размещенные в его здании построенным архитектором Анри Пареном содержат как наиболее ценную часть французское искусство 18 века кроме того искусство итальянского Ренессанса 15-16 веков манускрипты 14 века ее особенность вне музейной системе размещения экспонатов при которой залы устроены так что создается впечатление частной квартиры богатого коллекционера открыта для широкого осмотра с 1913 года но и того что было доступно в Париже и Версале было достаточно чтобы совершенно поглотить мое внимание на многие многие месяцы и подчас вызывать во мне рот отчаяния от сознания что мне никак не справиться с подобной задачей в этот первый год познания Парижа я просто не выходил из какого-то ощущения опьянения иначе говоря и я угорел в Париже но только этот угар был особого рода я непрестанно чувствовал что я внутренне обогащаюсь что накопляю в себе духовное питание которого хватит на всю жизнь я и на сей раз не стану перечислять все то что при изучении Парижа мне особенно запало в душ ограничусь главнейшим и начну как бы с конца а именно со своего приобщения к тому что в те дни могло все еще считаться за последнее слово французского искусства за нечто современное и даже передовое ведь корифея импрессионизма за исключением одного Мане были еще сами живы и наиполные творческих сил тем не менее в общественном мнении они вовсе не занимали каких-либо первых мест никому в широких массах не могло прийти в голову считать этих художников за каких-то неоспоримых знаменитостей Франции напротив их творчество продолжало носить злободневный слегка скандальный и вызывающий характер даже и очень изощренные критики и культурнейшие любители с яростью спорили хотя бы о том можно ли вообще допустить в стены Национального музея французского искусства такие мерзости как Олимпия Мане Олимпия Эдуарда Мане была включена в состав Луврского собрания только в 1907 году но где можно было изучать картины импрессионистов в момент моего прибытия в Париж Люксембургский музей только еще готовился принять дар Кайботта в частные собрания трудно было проникнуть Большинство художественных торговцев воздерживались от крайностей чтобы себя не компрометировать в глазах публики поощрением таких явлений которые слыли за наглядные свидетельства об упадке французского искусства Исключительная по составу коллекция Гюстава Кайботта 1848-1894 инженера специалиста по кораблестроению живописца в которой наряду со старыми мастерами были прекрасно представлены Мане Дега Ренуар Писсаро Сеслей и другие близкие Кайботту художники была завещана им государству при условии что все собрание целиком войдет в Лувр в 1896 году как раз в год приезда Бенуа после продолжительных дебатов дар Кайботта был принят в Люксембургский музей один только Дюран Рюэль продолжал бравировать общественное мнение лишь в его галерее на Рю Лафит как в любой музей мог войти всякий и беспрепятственно обозревать то что было развешено в ряде комнат тянувшихся до самой Рю Лапелетье однако при моей стеснительности я и туда не сразу решился войти а потребовался американский опломб Фильда чтобы вслед за ним я переступил через порог галереи в общем мое принятие импрессионистов происходило не без скачков и не без своего рода внутренней борьбы далеко не все одинаково нравилось даже у того художника который прежде других сделался моим любимцем у Дега а у Шарину Арии и говорить нечего его я оценил значительно позже и тогда когда я уже успел привыкнуть к странностям его красок и выучился не обращать внимания на погрешности в рисунке совершенно неизбежные а иногда и чудесные я понял какая в нем предельная неподражаемая жизненность что же касается доклода Моне так решительный момент в моем принятии его был тот когда у того же Дюран-Рюэля появилась его большая картина «Дама в зеленом» картина написана в 1866 году и находится в музее города Бремена тут я поверил в совершенную исключительность его живописного дара и в то что Моне подлинный мастер после того я и вообще преисполнился именно к нему особой нежности должен впрочем прибавить что и тогда когда я познал понял и полюбил импрессионистов в первоначальной стадии их творчества я продолжал с недоверием а иногда и с ненавистью относиться к тому периоду их эволюции который начался в 80-х годах и в котором постепенно рассудность теоретичность стали заменять прежнюю простоту подхода и непосредственность Сеслея и Дега потому мне и остались особенно дорогими что они были чужды теоретических исканий основанных на разложении цвета и так далее продолжали писать так как они видели и чувствовали куда девалась та свобода и простота в подходе к задаче благодаря которым и Моне и Ренуар в течение первых десятков лет своего творчества создавали один шедевр за другим почему они перестали следовать своим вкусовым влечением увы тот же Дюран Рюэль поощрял их на этом пути и вел усиленную пропаганду среди своих клиентов дабы именно эти новшества и дерзания были приняты и оценены при этом можно усомниться вел ли он эту свою пропаганду с полной бескорыстностью будучи прежде всего купцом он подготовлял общественное мнение к тому чтобы весь товар скупленный в течение многих лет у своих художников нашел бы себе сбыт ему же досталась хорошая прибыль что же касается до того каким развращающим образом такая пропаганда могла отозваться на общественном вкусе в какой степени именно он Дюран Рюэль повинен в упадке знаменитого французского вкуса и как затем этот упадок отразился на художественном вкусе всего мира ему как торговцу было разумеется мало дела как раз с этих же пор одновременно со все усиливающимся презрением ко всякого рода мещанству к буржую к филистеру начинают обозначаться и новые формы всемогущественного снобизма опирающегося на такие формулы как люди никогда не оценивают по должному современные им творчества или то что сегодня кажется уродливым завтра обязательно окажется на первом месте как раз импрессионисты служили разительным примером тому четверть века назад никто не хотел отнестись серьезно к их творчеству а теперь многие радовались тому что они в свое время сделали выгодное помещение капитала приобретя за гроши вещи всех тогда возмущавшие отсюда делался вывод что и в будущем то что в данный момент представляется уродливым и глупым будет завтра объявлено достижением величайшей красоты и будет цениться особенно высоко такие убедительные для клиентов формулы то и дело слышались из уст самого Дюран-Рюэля а затем их переняли и Воллар и Бернгеймы а вне Парижа все эти торговцы искусством которые напряженно следят за тем что является последним словом именно в Париже Воллар Амбруас 1868 1939 торговец картинами издатель и писатель составивший имя и состояние приобретением картин Сезанна Ван Гога Гогена скульптур Майоля и других Бернгеймы Парижские Маршаны и художественные критики Успешное начало торговли было положено Жозефом Бернгеймом 1799 1859 продолжено Александром 1839 1915 другом Делакруа Курой Курбе передавшим в 1900 году галерею сыновьям Бернгеймом младшим Гастону 1870 1953 и Жоссу 1870 1941 организовавшим первую выставку картин Ван Гога 1901 год выставки Боннара Вюяра Сезанна Сера 1907 год Матисса 1910 и так далее Эти наставления биржевого порядка окончательно сбили с толку не только просвещенного Филистера но и настоящих художников Они привели к тому что рядом с подлинным искусством махровым цветом распустились всякие виды дилетантизма и мистификации Несравненно большие и более спокойные радости доставляли мне в Париже музеи былого искусства Но когда я говорю более спокойное я это понимаю вовсе не в том смысле что при обозрении скажем бессмертных сокровищ Лувра я оставался вялым и равнодушным напротив иные картины и скульптуры волновали все мое существо и я как бы даже заболевал ими Спокойствие же надо понимать в том смысле что к моему наслаждению здесь не примешивались какие-либо тревожные сомнения какое-либо недоверие и усилие самовнушения я наслаждался без малейшего в себе ощущения разлада без оговорок и придирок споры относительно того или другого произведения былых времен частенько возникали между мной Женей и Фильдом но эти споры имели почти всегда своей причиной какое-либо мое недовольство ими а недовольство это получалось тогда когда я находил что они недостаточно реагируют на то что они имеют здесь счастье видеть на Женю в частности я ополчался за то что он не вполне принимал французское искусство 17 и 18 веков а на Фильда за то что он ничего не видел хорошего в Рубенсе во мне же при постоянных посещениях музеев все более вырабатывалась моя какая-то природная способность открывать красоту и радоваться ей всюду и хотя бы в самых противоречивых явлениях это создало мне впоследствии репутацию какого-то эклектика человека лишенного какой-либо принципиальности однако мог ли я противиться развитию в себе этого заложенного во мне дара восприятия красоты когда я ощущал трепет если и очень различных оттенков то все же одинаковой силы как перед коронованием Марии Беато Анжелико так и перед отплытием на остров Цитеры вот то как перед дивно-разумными картинами Пуссена так и перед гениальным оргиазмом Рубенса или перед щемящей поэзией Рембрандт Сказать кстати Лувр тогдашний сильно отличался от Лувра нынешнего Начать с того что длинная картинная галерея которая тянулась вдоль набережной Сены доходила только до того помещения в котором года через два была устроена специальная зала посвященная картинам Рубенса представляющим историю Марии Медичи Еще в совершенной полноте красовался столь же знаменитый как флорентийская трибуна Салон Каре с его двумя огромными веронезами и с рядом первоклассных шедевров Салон Каре Квадратный зал Одним из тяжелых вандализмов последних времен пишу это в 1953 году является уничтожение этого великолепного и столь внушительного в своем роде и прекрасного в своем чисто дворцовом великолепии зала его заменило унылое помещение устроенное согласно последним требованиям музейной техники Салон Каре или большой квадратный салон зал Луврского дворца расположенный в конце большой галереи вдоль сены при ее соединении с перпендикулярной к ней галереей Аполлона при устройстве в Лувре музейной экспозиции салон Каре был избран для помещения в нем самых ценных картин собрания в большинстве своем художников итальянской школы портрет Моне Лизы Джоконде Леонардо Винчи Святое семейство и портрет Бальтазара Кастильоне Рафаэля Деревенский Деревенский концерт Джорджоне Пир в Кане Галилейской Веронезе и других Это и сделало его знаменитым дав Бенуа основание сопоставить зал с не менее знаменитой флорентийской трибуной восьмиугольным залом галереи Уфицы во Флоренции где также в соответствии с принципом музейной экспозиции тех лет были сосредоточены наиболее прославленные шедевры музея Мадонна Щегленком и Иоанн Креститель Рафаэля Венера Урбинская и Мадонна в кресле Тициана поклонение младенцу Кореджо бедствия войны Рубенса и другие Тут рядом одна с другой висели Джоконда Леонардо да Винчи и Мадонна канцлера Ролена ван Эйке и дивное положение в огроб Тициана и концерт Джорджоне Музей тогда еще не успел обогатиться дарами Томэ Тиери барона Шлихтинга Камондо Ротшильдов и так далее Зато посетитель вступая в первый огромный зал первый со входа по лестнице Генриха Второго исполнялся уважение и благодарности ибо этот зал был весь завешан картинами составлявшими бесценный дар доктора Лаказа и среди которых красовались лучшие картины французской школы Ива Той и Шардена и Ларжельера приобретенные этим воплощением бальзаковского кузена Понса в те времена когда за несколько десятков франков можно было делать в Париже приобретение высочайшего достоинства Кузен Понс герой бальзаковской эпопеи человеческая комедия часть первая этюды о нравах сцены парижской жизни кузен Понс 1846-47 годы тип бескорыстного знатока и собирателя который на скромные средства создал уникальную коллекцию произведений искусства Порядок развески картин в Лувре был надо сознаться местами нелепой но в этом была известная прелесть так как именно она подзадоривала делать открытие но хуже было то что и лучшие картины были покрыты густым слоем грязи или потускневшего лака сквозь который краски едва просвечивали между тем никакая чистка картин не допускалась и за этим строго следил весь художественный Париж не дай бог если кто-либо из хранителей дерзал подвергнуть ту или иную картину необходимому самому безобидному и элементарному освежению в прессе и обществе поднималась тогда настоящая буря раздавались вопли о вандализме чуть ли не доходившие до парламентских запросов одну из таких бурь вызвало как раз очищение от грязи картины Рембрандта ученики в Маусе хотя после некоторого отсутствия она снова но уже в обновленном виде предстала перед публикой привыкнув к более благополучному состоянию картин в немецких музеях и в нашем Эрмитаже я с недоумением знакомился с подобным проявлением ложно понятого пиетета и слепого консерватизма что что касается до живописи конца девятнадцатого века до современной для тех дней французской школы то я должен покаяться что разделял многие общие грехи так в Люксембургском музее тогда находившемся в Люксембургском саду мне особенно нравились лежащие нимфа колена портрет сына Бенджамена Констана еще ряд картин которые мне теперь конфузно назвать напротив я лишь с оговорками принимал Сенокос Бастиена Лепажа Дама с перчаткой Королюса Дюрана и любимую картину Шарля Берле Бедный рыбак Пювида Шеванна тогда как одиноко висевшая Олимпия Мане которую я впоследствии особенно полюбил вызывало только одно недоумение Впрочем ознакомление с современным и признанным художеством в Париже не ограничивалось тогда посещением этого специального хранилища Наиболее славившееся произведение надлежало изучать на тех стенах на которых они написаны главным образом в ратуше в пантеоне в мере первого аронтисмана округа и в школе фармацевтики Особенной популярностью пользовались фрески Бенара в последнем учреждении считавшиеся самыми замечательными и передовыми проявлениями таланты этого художника которым Франция особенно гордилась эффектная эффектная же фреска Бенара в мере хотя и показалась мне в своей философической и космогонической претензии довольно-таки сумбурной до того мне импонировало что я считал своим долгом каждого нового русского приезжего непременно свести в этот зал и все они вместе со мной поражались смелости и размаху которые здесь обнаружил художник мое отношение к Пивида Шаванну другому кумиру передовых кругов того времени тоже как-то двоилось действительно поэтичной показалась мне пейзажная часть в его стильных картинах пантеона в ратуши особенно зима и в амфитеатре Сорбонны но что касается до фигур населяющих эти идеальные местности то цель мастера создать в них цельный мифический или символический мир нечто отвлеченное и прекрасное в своем благородстве эта цель мне не казалась достигнутой присущая мастеру чопорность и холодность сковывали его воображение остается сказать еще несколько слов о самом Париже в целом что меня особенно пленило и заняло в Париже так это что отдельные кварталы не только продолжают оставаться свидетелями разных периодов французской истории но они и до сих пор живут жизнью свойственной каждому из них Париж больших бульваров не похож на Париж Монмартре латинский квартал не похож даже на соседнюю с ним Сите квартал Лувра и Пале Рояля не похож на предместья Сен-Жермен предместья Сент-Оноре не похоже на тот квартал в котором особняк Карнавале дворец Субизов и Плас Девогес все еще твердят о том когда именно эта ныне так опустившаяся часть города была наиболее нарядной и элегантной местами каменные массы как бы овеяны еще тем же духом который послужил их созданию так например по-прежнему дух аристократизма несмотря на всякие свержения и разорения продолжает доживать в Сен-Жерменском предместье местами напротив в развалинах былого великолепия ютятся грязь и нищета что однако с особой патетикой подчеркивает красоту все еще сохранившуюся от былого все эти лики Парижа продолжают волновать меня и теперь несмотря на то что все это я знаю теперь наизусть однако насколько сильнее были мои тогдашние впечатления когда я впервые очутился среди того о чем только читал и о чем мечтал надо тут же прибавить что многое я тогда застал в менее обветшалом состоянии нежели ныне и что масса старинных домов и даже целых улиц с тех пор успели погибнуть под ломом и в угоду предписаниям более гигиенического урбанизма так еще в квартале Сорбонной в смежных с ним стояло немало домов выходивших щипцом крыши на улицу а из характерных люкарн на их крышах высовывались балки со спускавшейся на блоки веревкой для подъема на чердак разных запасов но испытал я и несколько разочарований иное я себя представлял более поэтичным более романтичным иное что я надеялся еще найти на месте уже не существовало иное предстало в искаженном или слишком запущенном виде особенно я был разочарован кварталом прилегающим к собору богоматери всей той унылой казенщиной которая в течение 19 века заменила тот лабиринт загадочных улочек и те гнезда древних жилищ что окружали громаду Нотр-Дам ничего из того что могло вдохновлять Виктора Гюго более не существовало не ожидал я и того до чего неудачно многое было реставрировано так если и можно похвалить сотрудников Виоле Ле Дюка за то что они с таким знанием и вкусом восстановили всю скульптурную часть фасада включая суда и тех монстров и химер что к великой радости туристов уселись на парапете верхней галереи то никак нельзя похвалить реставрацию внутренности собора Виоле Ле Дюк Эжен Эммануэль 1814 1879 французский архитектор историк и теоретик архитектуры знаток средневекового искусства в 1841 64 годах реставрировал собор Нотр-Дам в процессе восстановительных работ однако не только были укреплены разрушенные части но и воссозданные утраченные что одновременно с признанием огромных заслуг Виоле Ле Дюка по спасению выдающегося памятника французской средневековой архитектуры способствовало и репутации несколько насильственной недостаточно корректной практики ведения реставрационных работ Разумеется и сейчас эта внутренность Нотр-Дам действует возвышающим образом всем ритмом своих каменных масс Наконец один зеленый подводный тон в котором все утопает настраивает на особый лад Этому действию подвергается сразу всякий как только он проникает внутрь Но приступая к обозрению отдельных частей возникает досада И не столь негодуешь на тех благодетелей следы вандализма в которых успели как-то сгладиться сколько досадуешь на тех ученых знатоков которые честно и добросовестно но увы без настоящего чутья пытались вернуть Нотр-Дам ее утраченную красоту Забегая вперед хочу здесь же упомянуть об одном обстоятельстве которое позволило мне в последующие два года с особенной тщательностью изучить Нотр-Дам Лето 1898 года мы провели в нормандском Сан-Пьер-Эпорт и вот оказалось что сын наших хозяев приехавший на побывку в родную деревню занимает должность швейцара в Парижском соборе этот мсье Монье Бертель человек желчный и скорее мрачный почему-то полюбил меня и пригласил навещать его в Париже и он-то дал мне возможность ознакомиться с сохраняемым им храмом в таких подробностях какие обыкновенно остаются недоступными я даже думаю что протекция этого скромного служащего оказалась более действенной нежели если бы я был снабжен от лица церковных сановников какими-либо рекомендациями Монье Бертель водил меня и по хорам и по башням и на органную трибуну и по всяким закоулкам в тайниках сколько неожиданных перспектив я открывал при этих прогулках а как интересно было следить за пасхальными службами с высоты верхней галереи благодаря тому же швейцару возведенному через год в почетный ранг Сакристана то есть Ризничего Пономаря я мог часами просиживать в той комнатке что так неожиданно открылось перед нами где-то на хорах северной стороны изучая в этой скромной закуте хранившиеся там оставленные за ненужностью древние молитвенные книги и антифонарии я себе мог вообразить что я в гостях у самого Клода Фролло и лишь то что некоторые из этих фолиантов иные украшенные роскошными миниатюрами принадлежали к более поздней эпохе к веку Людовика XIV нарушало мою романтическую иллюзию антифонарии сборники антифонов противогласников церковных песнопений входящих в состав литургии имеется в виду герой романа Виктора Гюго собор парижской богоматери священнослужитель церкви Нотр-Дам архидиакон величайший по своей каменной массе церковью Парижа после Нотр-Дам является Сен-Сульпис Оба памятника могут быть сопоставлены в качестве разительных контрастов представляя совершенно различные эпохи и различные мировосприятия Нотр-Дам представляет собой целую историю готики за три столетия ее развития Сен-Сульпис один из самых внушительных примеров того стиля который можно назвать классическим барокко и опять таки в Сен-Сульпис целая история этого стиля начатый в его нынешнем виде в 17 веке храм получил свое изумительное завершение в грандиозной двухэтажной колоннаде только в середине 18 века также и башни его представляют в двух вариантах одну и ту же тему более древний тот что успел соорудить но не закончить отделкой сарвандуни все еще в прежнем вкусе барокко тогда как тот что закончил шальгрен образец стиля Людовика 16 но не удивительно ли что все это вместе взятое сочетается в одно прекрасное целое именно эта чудесная гармония послужила тому что эта церковь стала одной из моих любимых присутствуя в ней на торжественных мессах слушая прекрасную игру Видора состоявшего органистом Сенсюль Писа слушая каждое воскресенье чудное пение большой семинарии тогда еще не выселенный из соседнего здания я испытал именно здесь тот подъем духа которому так убедительно призывают слова священника горе имеем сердца наши ко Господу многим Сенсюль Пис представляется чем-то холодным и нельзя отрицать что при всем своем богатстве это очень серьезная очень строгая церковь с другой стороны архитектура Сенсюль Пис и снаружи и внутри обладает все же особым оттенком придающим что-то ласковое и приглашающее к суровости и к величию этого храма полюбил я Сенсюль Пис и за очаровательную его капеллу Пресвятой Девы в Апсиде будучи неисправимым любителем разных театральных иллюзий мог ли я не оценить этот своеобразный вариант на тему Сикстинской Мадонны Рафаэля ведь и здесь Богородица сходит к молящимся по облакам освещаемым таинственным светом сверху но только здесь и сама фигура Мадонны и облака и колонны служащие как бы преддверием Царства Небесного настоящие то есть рельефные осязаемые люблю я в Сенсюль Писе и грандиозные надгробия работы Шлотца сооруженные в память кюре Ланке де Жорж напомнившие мне особенно меня поразившие аналогичный мавзолей в паперте Майнского собора Наконец все в той же церкви дивно звучат красочные симфонии на обеих фресках Делакруа полны блестящего величия фигуры святых высеченные резцом Бушардона и почему-то меня трогала даже та медная полоса парижского меридиана что пересекает по диагонали пол церкви и взбирается в конце по обелиску прислоненному к северной ее стене однако я никогда не кончил бы этой главы если бы я стал здесь описывать все мои восторги от парижских церквей скажу только что на третьем месте после Нотр-Дам и Сан-Сульпис я заключил в сердце церковь Сан-Эта за ее волшебную внутренность но далее мне было трудно решить которую из церквей я предпочитаю скромную ли уютную Сан-Саверин роскошную ли Сан-Этьен Дюмон с ее вьющимися вокруг колонн лестницами величавую ли Сан-Поль или древнюю Сан-Жермен Депре что касается допамятников гражданской архитектуры то тут мои симпатии стали сразу склоняться в сторону той разумной или мудрой красоты в которой архитектура 17 века сумела вложить чисто французское понимание красоты и гармонии гениально выраженное в живописи Пуссена в поэзии Россина и Корнеля мне мне уже на фотографиях необычайно нравился купол да и вообще все сочетание круглых и прямых линий самые несколько приземистые и все же не тяжеловесные пропорции здания французской академии французского института коллежа четырех наций однако насколько эти линии и эти пропорции выигрывают по мере того как приближаешься к зданию и оглядываешь его с разных сторон открывая все новые и новые красоты не менее удовольствие доставляло мне разглядывание набережного фасада лувра в которой особенно прелестны узкие барельефы с разными атрибутами и сыграющими ребятами однако повторяю всего не перечислить из того что несмотря на разрушение сохраняет за Парижем одно из первых мест в смысле городской архитектуры впрочем не одни шедевры французского зодчества прекрасны в Париже прекрасен весь он сам прекрасен и весь присущий ему особый характер прекрасен светло-серый серебристый тон прекрасны высокие черно-серые крыши прекрасна та дискретная гамма что получается от сочетания архитектурных масс с водами сены и с часто заволоченным небом нравились мне кривые узкие улицы с их почерневшими покосившимися и грязными домами нравились мансардные крыши с несуразным над ними полчищем труб бродя по коридорам латинского квартала мне чудилось что я и здесь узнаю нечто родное давно знакомое и необычайно мне близкое с умилением глядел я и на массивные арки нового моста знакомого по стольким романам и по гравюрам правда меня огорчало то что статуя Генриха IV воздвигнутая посреди этого моста теперь уже не та самая что стояла здесь до революции но самый факт что перед корпусами коими выходят к мосту площадь дофина по-прежнему выседает на коне добрый король это меня трогало и я сделал бесчисленные рисунки изображающие именно это место еще обиднее мне представлялась замена чудесного конного памятника Жерардона королю солнцу на плац ван дом имитации трояновой колонны в честь Наполеона и другого прекрасного пешего памятника тому же королю на площади Побед очень обыденный конный девятнадцатого века и опять-таки не без волнения посещал я чудесную площадь в ОГС прежнюю Плаз Руяль и бродил по ее ныне пустующим аркадам воображая себе всю ту жизнь которая в дни Мольера здесь кишела какие прелестные модницы здесь переходили от одной лавки к другой сопровождаемые пажами и лакеями какие реверансы проделывали перед ними и друг перед другом украшенные завитыми гривами господа какие продвигались здесь во всех направлениях огибая памятник Людовику Справедливому то есть Людовику Тринадцатому короссы кареты одни мрачные обитые кожей другие сверкая золотом скульптур и пестротой ливрейных кучеров и лакеев в моих упоениях подобной ностальгии по прошлому я имел те же странные чувства какие я уже испытал в Петергофе в царском селе с момента когда я прозрел когда прошлое ожило для меня в совершенные отчетливости а какое из этих двух прошлых является для меня более родным более дорогим русское ли или вот это западное я тогда не мог бы решить да и по сей день не в состоянии это сделать из пъем пъем я что это Продолжение следует...